Поставьте плюсики в чате люди, которые употребляют крупы, бобовые, орешки, семена и прочую билиберду. Сегодняшняя информация будет вам чертовски полезна. Я ни в коем случае не хочу дискредитировать веганство либо сыроедение. Я просто хочу показать пути более безопасного типа питания. Так, скажем так, чтобы потом вы сами не дискредитировали, когда у вас начнутся какие-то проблемы со здоровьем. И скажу так, что всякие крупы, бобовые, семена и орехи это еще гораздо менее видовое питание, нежели, например, сырое мясо либо сырая рыба. Я сейчас говорю это на полном серьезе. То есть есть бобы, но это вообще тотально неадекват. И если, допустим, мясцо в дикой природе вы можете съесть, пускай и без удовольствия, то бобы нет. И зерна тоже. Поэтому сегодня будем эту тему разбирать и, скажем так, я дам пути, как можно избежать каких-то проблемок на таком типе питания, как веганство, сыроедение и прочее употребление всяких вот не очень свойственных нашему виду штуков. Сейчас еще немножечко подождем, чтобы народ набежал. Кстати, хочу подметить, там у Кутного недавно вышел видос, да, абсолютно тупорыл и абсолютно не информативный про дистиллят. Будто бы он вреден. Он там замерял количество минералов в обычной воде и количество минералов в соке. Ну, вернее, даже не количество, а просто их наличие. То есть прибор показал, что как бы и в воде минералы есть, потому что электричество это вещество пропускает, и в соке. И о чем это говорит? Ну, типа, ну, то есть там настолько тупорыл, аргументация была. Якобы дистиллят, да, поскольку он не пропускает электричество, и это логично. Если вы будете лежать в ванне с дистиллятной водой и туда забросить фен, вы от этого не умрете. Поэтому дистиллят и используют в промышленности там, где нужно избежать, скажем так, вот этой электропроводимости. Но на наше тело отсутствие минералов, да, с точки зрения электропроводимости никого влияния не оказывает. Потому что электрические импульсы от мозга по нашему телу передвигаются по нервам. А нервам вашим насрать, есть минералы в вашем организме или нет, это просто нерв, по которому передается электрический импульс. И именно поэтому многие хирурги так боятся делать операцию на позвоночнике, на шейном отделе. Потому что здесь идет основной нерв по позвоночному столбу. И дальше они уже ко всем остальным мышцам распределяются. Если вам где-то случайно какой-то нерв перережет, то человек просто останется инвалидом на всю жизнь. Потому что, насколько я знаю, врачи еще не научились эти нервы соединять, особенно в позвоночном столбе. То есть, независимо от того, какое количество минералов в вашей крови, ваши мышцы, они будут функционировать. Потому что электрические импульсы, еще раз повторюсь, передвигаются по нервам. И люди, например, если кого-то там кусала собака за ногу, либо за руку, она также могла повредить нервы. И у вас потом плохо будут шевелиться пальцы. То есть, дело вообще не в минералах. А хреново вам, когда вы пьете десцеллят? По той причине, что это наиболее эффективное средство по детоксикации. И на воде, скажем так, с минералами такого эффекта добиться невозможно. Потому что десцеллят – это, скажем так, чистый раствор. Вернее, растворитель. И когда он попадает в ваш организм, он вбирает в себя весь этот мусор и начинает выводить. Когда же вода попадает с минералами, она уже изобилует колоссальным количеством вредной структуры. Мало того, что из-за этого она уже в себя особо-таки ничего вобрать не может. Плюс и она оставляет херову кучу говна в вашем теле. И когда ты начинаешь пить десцеллят, безусловно, это стимулирует детокс. А детокс – это ресурсно-затратный процесс. Это всегда ведет к пониженному тонусу, умственной активности, к физическому. Потому что все вы знаете, когда у вас запускается интенсивный детокс в виде простуды, то, что врачи называют простудой, гриппом и прочей фигней, это та же самая детоксикация. Но она может происходить более плавно, когда вы пьете десцеллят. И у вас будет определенный упадок сил. Особенно, если вы подъедаете авокадо. Особенно, если подъедаете какие-то семена. Особенно, если термичку едите. Ведь этот мусор надо выводить. И когда в рационе появляется десцеллят, да, это ведет к упадку энергии. Это из разряда, когда, допустим, алкаш на следующий день, когда у него похмелье, ему хреново. И когда он попьет огуречный рассол, где хреново куча соли, ему становится легче. Так вы скажите мне, неужели это огуречный рассол, где хреново куча соли, которая, по сути, является ядом для нашего организма, неужели от этого ему становится легче? Нет. Потому что эта параша настолько токсичная, что она, скажем так, тормозит процесс детокса. Организм с выведения продуктов распада этилового спирта переключается на утилизацию всей вот этой соли. И поэтому тебе становится комфортней. Это примерно то же самое, когда, допустим, у вас простуда, в кавычках, и вы выпиваете какую-нибудь тарафлю. Либо еще какую-нибудь херню, которая содержит парацетамол. А поскольку парацетамол – это крайне токсичная параша, да, вы можете загуглить, если, допустим, принять пару таблеточек парацетамола и запить все это рюмкой водяры, можно отъехать. Потому что наша печень не справится с таким изобилием токсинов, как от парацетамола, так и от алкоголя. И, по сути, что происходит, когда мы простужены, выпиваем парацетамол? Мы травим свой организм. И, безусловно, температура начинает падать, лейкоцитоз понижается. Потому что организм все ресурсы направляет на утилизацию парацетамола. Это, например, то же самое, если, допустим, вы бы ссорились со своей второй половинкой, да, там, ругаетесь, посуду бьете, и тут в ваш дом влетает грабитель. И убийца. Все ваше внимание с этой ссоры тут же переключится на него. То же самое происходит во время простуды. Да, вам херово, потому что происходит детокс. Это неприятное явление, вывод говна. Нужно поднимать температуру тела, чтобы разжижать содержимое лимфы. Нужно выбрасывать колоссальное количество лейкоцитов в кровь, чтобы, когда из вашего межклеточного начинает этот мусор выковыриваться, он сперва попадает в кровоток. А в кровотоке организм как бы бактерий видеть не хочет. Поэтому начинает хреначить лейкоциты. Иначе говоря, парацетамол вам не помогает. Это просто сильный яд, который переключает внимание организма, вот у вас температура и падает. Но лишь на временный промежуток. Да, потом вам снова становится херово. И тот же самый процесс, когда у тебя похмелье. И так же из дистиллята. Это просто очень эффективный инструмент по выводу мусора из твоего тела. Именно поэтому многие люди, которые переходят на сыроедение, на фруктоедение, долгое время остаются жирными, потому что не пьют воду. Ладно, я эту тему уже не раз затрагивал. Я просто попытался объяснить, почему последний вот этот Кутновский видосик про вот эти замеры, есть ли там минералы, какая там электропроводимость. Да, это абсолютная тупость. Он это как аргументировал? Что поскольку в дистилляте нет минералов, а якобы это нарушает электропроводимость по телу, и поэтому ты чувствуешь слабость. Нет, ты чувствуешь слабость, потому что твой организм засран. А дистиллят запускает процессы выделения, вывода мусора из твоего тела. Поэтому есть упадок сил. Но если ты, допустим, будешь на чистом питании, не есть авокадо, не есть там еще какую-нибудь херню, те же помидоры. Сегодня я расскажу интересную информацию про них. Лично я исключаю, пока я исключаю, все посленовые из своего рациона. Это помидоры, перцы и прочая фигня. Позже я объясню, почему. В общем, когда ты подъедаешь всякую хрень, да, дистиллят будет потом вызывать упадок энергии. Потому что он будет стимулировать детоксикацию. Вода же грязная, особо ее стимулировать не будет. Поэтому ты будешь чувствовать себя относительно комфортно. Вот такие вот дела, в общем. Извиняюсь за такое долгое вступление. Переходим к основной теме. Вред веганству и сыроедение. Но еще раз повторюсь. Оно вредно только при неразумном подходе. Сегодня я дал инструменты, что надо есть, что именно надо делать, как готовить всякие блюда, чтобы себе не навредить. Итак, как я уже сказал, мясцо, там, я не знаю, сырое, если вы съедите какого-нибудь оленя, либо какая-нибудь рыба, либо какие-нибудь моллюски, креветки, крабы и так далее. Это гораздо менее вредная фигня, нежели вареная чечевица, фасоль, горох, нут, нежели сырые семена непророщенные, либо какие-нибудь орехи. Если еще это термообработанное, это вообще мусор. Я на полном серьезе, ребят, лучше есть сырую рыбу, желательно без глистов, конечно, чем есть грецкие орехи. С точки зрения здоровья, эта разница колоссальная. И рыба многократно менее вредная будет. Почему? Первое. Во-первых, во всех вот этих продуктах, которые я перечислил, содержатся лектины. Я думаю, вы не раз слышали о такой фигне. Это природные белки, которые из-за того, что очень маленькие, порой, скажем так, проходят через стенки нашего кишечника. И будучи вот такой вот цельной молекулой, попадают в наш кровоток. Естественно, после организм их утилизирует, разбрасывает по межклеточному, где-то они там в суставах откладываются, где-то еще, где-то неважно. И наше тело реагирует на вот этот белок, как на чужеродные явления. Наша иммунка, она всегда, скажем так, ну, как только видит в крови какую-то бактерию, сразу пытается убить. Есть такой канал на ютубе, Виталий Вергаев, кажется, называется. Он там демонстрировал, как большой лейкоцит налазит на бактерию, пожирает ее, и потом они вместе подыхают. И, собственно, когда наша лимфа работает, когда мы отхакиваемся, это один из таких эффектов. То есть там очень много дохлых лейкоцитов выходит, если мы поедаем белки. Так вот, в фасоли, в чечевице, в горохе, в пшене, в гречке, вот любое зерно, киноэ, там нут, кунжут, маш, все что угодно, везде это содержится. И самый такой, один из популярных, скажем так, вот этих лектинов, это глютен. Думаю, все вы о нем слышали, что он содержится в пшене, во все, в ржи, и еще там, в каком-то из злаков. Но на самом деле, вот этих лектинов, их просто хреново куча. Просто глютен на данный момент, он такой популярный, ну потому что более всего изучен. Но на самом деле, я уже не припомню названий. Точно так же есть другие лектины, еще более вредные. Фасоли. Есть какая-то фасоль, я точно не помню. Ладно, это не важно. Есть определенный вид фасоли, которую, если вы съедите хотя бы две штучки, вы умрете, ребят. Вот настолько там содержатся токсичные белки. Это вот те же самые лектины, как вот и вот этот вот глютен. Но при этом, некоторые люди эту фасоль едят. И для этого необходимо ее раз замачивать, затем проращивать, и затем квасить. Вот как люди делают квашеную капусту, когда ее уже начинают вне вашего желудка поедать молочно-кислые бактерии. Тем самым, меняя структуру и делая, скажем так, ее более легко усвояемой. Недаром же все говорят, что типа квашеная капуста полезная. Точно так же дела обстоятся всеми крупами и любой другой фигней. То есть тут очень много причин. Я сейчас только одну назвал. Это лектины. По этой причине обязательно надо все замачивать. Потом проращивать. То есть зерно в любом случае надо покупать живое. И если вы хотите, то потом вы уже можете термообработать. И в то же время вот все вот эти процедуры в полной степени лектинов определенные зерна не лишают. В том же пшене они останутся все равно. Просто вы снизите, да, где-то там на 50%, на 60%. Даже если вы замочите, прорастите это пшено и потом приготовите булку хлеба из него, даже если вы заквасите, все равно они останутся. И поэтому люди, да, я думаю, вы слышали о таком заболевании, как целиакия. Это вот как раз тот момент, когда вот эти вот лектины, они через желудок проходят. Во-первых, это очень сильно травмирует кишечник. Вот эти вот белки. Развивает катар, всякие язвы в кишечнике и прочую неприятную херню с этим связано. К этому все ведут растительные белки. Безусловно, молочные белки и белки красного мяса оказывают точно такой же эффект. Но прикол в том, что растительные тоже самое. Если человек с точки зрения пользы для здоровья уходит с мясоедения на веганство, разницы никакой нет, ребят. Да, безусловно, вы снижаете уровень холестерина в своей крови, от этого проблемы вы избавляетесь. Но вы в какой-то степени даже повышаете. Убращаете. Потому что, да, злаковых вы едите гораздо больше. И там вот этих белков просто хреново куча раз. А второе... Ну, то есть... Ладно, сейчас про лектины закончу. В общем, от лектинов в полной мере избавиться не получится. Но если ваш кишечник здоровый, если там нет вот этих дырок, да, я забыл, как это хрен называется, высокая проводимая... А, высокая проницаемость кишечника. Когда в нем образованы вот эти дырки. Как ее определить? Съешьте сырую свеклу, либо выпейте свекольный сок, и... Хотя нет, сок не надо. Лучше свеклу съешьте и обратите внимание на вашу мочу. Если она приобретает красноватый оттенок после этого, это говорит о том, что в вашем кишечнике есть как раз-таки вот эти дырки, через которые вот эти белки могут попасть в кровь. Ваша иммунка будет на них агрессивно реагировать. Она начнет их уничтожать. Но поскольку они имеют сходство с вашими тканями, она начнет пиздить не только эти лектины, но и ваши же ткани. И именно поэтому такие заболевания, как ревматоидный артрит, их называют аутоиммунными. Это о чем говорит? Что типа ваша иммунка уничтожает эти ткани. Тот же диабет первого типа, когда уничтожаются именно ткани поджелудочные, этому также способствуют вот эти вот лектины. Не только глутоны, хреново куча, все это содержится в любом зерне. Поймите, что на этой планете есть растения, которые хотят, чтобы мы съели их плоды. И это любой, по сути, фрукт. Яблоко, черешня, всякие ягоды, арбузы, дыни и так далее. Это все безопасно. Там лектинов нет вообще. Их там просто ноль. Но есть зерна. Это все семечки. Кунжут, лен, подсолнуха. Это все орехи. Просто там, опять же, разнится количество этих лектинов. Грецкие орехи очень вредны. Даже сырые, даже замоченные, там будут эти лектины. Миндаль, кишью, арахис. Самый опасный в этом плане это арахис. Там лектинов просто хреново куча. Я думаю, многие из вас слышали о том, что аллергическая реакция на арахис очень сильно распространена. Ну, по-любому у вас есть через одного знакомого, о котором вы слышали, что у него сильная аллергия на арахис. Потому что у него высокая вот эта вот проницаемость кишечника. И вот это колоссальное количество лектинов попадает в кровь. Его иммунка начинает их хуярить. Но поскольку она тупая, она не видит разницу между ним и его клетками, она начинает убивать и его организм. Вот и происходит вот эта вот реакция. И ремотоидный артрит, когда ваша же иммунка разрушает ваши хрящи, разрушает ваши поджелудочные вследствие поедания лектинов, только исключаем это говно из рациона, проходит там ну две недели, ну пускай месяц. Все. Никакого ремотоидного артрита. Никакого диабета. Никакой другой всякой параши, которая с этим связана. Еще лектинов достаточно много содержится в помидорах и в перце. Несмотря на то, что это плоды, ну вот почему-то они там есть. Природа неразумна. Да, кто-то вот пытается защититься, кто-то нет. И опять же, смотрите, если у вас это домашний плод, то есть вы прям дали этому помидору дозыреть на грядки, в таком случае там содержание лектинов будет достаточно маленьким. Но если плод промышленный, их срывают зелеными, а лектин это вообще способ защититься от бактерий. Да, вот гречка, ее семена, она не хочет, чтобы ее бактерии пожирали. То же самое, кстати, риса, любых бобовых, то же самое с помидорами. Они защищаются от всяких сраных гусениц. И если лектины нам такой ущерб наносят, то бактерии, ну бактерии, господи, насекомых, они убивают сразу же. Просто парализуют их нервную систему и им пиздарики. И поэтому-то никто их и не ест. Когда мы начинаем поедать, да, это нас не убьет, это очень медленно такой накопительный эффект будет иметь. Я замечал, когда на видовухе был, когда обжирался помидорами, у меня начинали побаливать колени. Вот после пробежки я не понимал, да что за херна такая, ну не было раньше такого. пробегаешь 10-15 километров, попаливают колени. А я преимущественно помидоры и жрал. И вот сейчас буквально, ну я вот несколько дней отказался от пассионов, посмотрим, что будет дальше. Но тем не менее, я сейчас подъедаю зеленую гречью, потому что у меня по финансам не око, а зеленая греча это такой, ну классный инструмент экономии. Но при этом я ее грамотно готовлю, и об этом я дальше объясню, как надо ее употреблять. Да, чтобы вот вообще минимизировать весь негатив, но при этом получить максимальную пользу. Потому что в гречи на самом деле полезного дохренища. Это кладезь. Просто там хреновая куча витаминов, особенно когда вы прорачиваете, да, там если посчитать всякие научные исследования, на четвертый, на пятый день всякие витамин С и прочие взвинчиваются просто до небес. Там чуть ли не в десятки раз. Микроэлементов хреновая куча в гречи. Да, ни в одном плоде столько микроэлементов нет, как в зерне. Также, если вы посмотрите всякие составы. В общем, сейчас, секунду. По поводу лектинов. Самый лучший способ их снижения это долгое замачивание и водичку надо менять. Потому что они выбрасываются во внешнюю среду. То есть, вот вы хотите гречу прорастить, вы ее замочили. И желательно перед тем, как вы уже начнете проращивать, раза 4-5 эту воду поменять. То есть, выливаем, снова замачиваем, выливаем, снова замачиваем. Все. Потом уже, когда воду окончательно слили, даете ей прорасти. И прорасти не сутки, не двое, а ждете максимально долго. Как я уже сказал, самое лучшее избавление от всей этой токсичной херни это ферментация. Это вот дождаться того момента, когда греча уже приобретет такой кисловатый вкус. Многие люди, кстати, которые занимаются проращиванием проростков, когда ощущают вот этот кисленький привкус, они говорят, что типа семена стухли и выбрасывают их. Хотя на самом деле именно в таком виде их и необходимо употреблять. Когда они уже начинают бродить, когда вот эти молочнокислые бактерии за вас начинают их поедать. И соответственно, они как раз вот эти лектины и поедают. И их количество значительно снижается. Но я начал, скажем так, с маленькой артиллерии. Лектины это вообще ну капля в море. Есть вещества похуже в зернах. И эта хрень называется фитиновая кислота. Также, думаю, многие из вас о ней слышали. Именно поэтому многие сыроеды они замачивают орехи. Поверьте, ребята, это не помогает ни хрена. Вернее, это дает эффект, но не тот, который нужен. Может быть, там на 15-20% эта фитиновая кислота и снижается. Но согласитесь, это капля в море. Так вот, чем она вредна? Первое. Она блокирует всасываемость всех микроэлементов. Вот, казалось бы, вы едите зерна, вы едите крупы в надежде как раз-таки получить вот эту микроэлементовую бомбу. Чтобы у вас были охерительные ногти, охерительные зубы, волосы, кожа и так далее. А по итогу, ребята, вы не получаете ни хрена. Вот серьезно, вы можете съесть большую миску гречи. Если вы ее плохо прорастили и, допустим, какое-нибудь яблоко домашнее, из него вы излечете, полезных веществ гораздо больше, чем из гречи. Из гречи не получите ни хрена. Если слабо прорастить, у меня есть пост как раз на тему гречи в инстаграме, где я описывал, насколько важно проращивать ее максимально сильно, чтобы носики были, ну, блин, больше сантиметра. В идеале вообще проращивать гречу до того момента, когда у нее вот эти носики, ну, вот вы вилкой подцепляете, но при этом вы поднимаете не только тот объем, который на вилке, а вообще у вас половина гречи захватывается, когда все эти корни там между собой уже переплетаются. Это уже где-то третий или четвертый день. И вот в таком случае лектины там на минималке, фитиновая кислота тоже на нуле, и еще одна там токсичная параша, о ней я позже коснусь, тоже исчезает. Поэтому очень важно проращивать, и если она приобрела кисловатый вкус, если ее... Вот как, допустим, квасят капусту, просто нарезают морковку, капусту, ложат в какую-нибудь тару, накрывают, и все. Никакая закваска не нужна. Бактерии уже есть в этой таре, они есть в воздухе, они начинают ее жрать, начинают плодиться. То же самое происходит с гречей. То есть просто от того, что она стоит, она уже начинает приобретать кисловато вкус. Потому что ее жрут бактерии, и в таком виде, еще раз повторюсь, ее надо есть. Многие племена когда-то именно так все злаки и готовили. Вы не представляете, какое колоссальное количество фитиновой кислоты в кукурузе. Я, когда на этапе перехода ел кукурузу, я не мог понять, почему мне от нее так плохо. Во-первых, там лектинов просто хреново количество, ребят. Вообще, вот исключите кукурузу напрочь, ни в коем случае. Неважно, на каком вы типе питание. Даже если вы всеядны, еще раз повторюсь, жрать мясо, там, ну ладно, пускай даже не сырое, ну на пару вы там сделаете, либо запечете. Это намного безопаснее, чем жрать эти злаки. Позже я, ну, приведу пример и постараюсь объяснить, почему. Так вот, кукуруза, там много лектинов раз, там хреново куча фитиновой кислоты. Вообще ни хрена не усвоится. Плюс, фитиновая кислота не только связывает минералы и не дает им сосаться, она еще мешает вашей ферментативной системе. То есть, из-за вот этой фитиновой кислоты плохо вырабатывается желудочный сок. И поэтому не переваривается белок и не перевариваются углеводы. То есть, по факту, вы сожрали эту кукурузу, вы еще и угнетаете лектинами свои бактерии. Как я уже сказал, лектины, это как раз такой инструмент растению защититься от насекомых, от каких-то бактерий, еще от какой-то заразы, от грибка. И когда вот эти лектины попадают в ваш кишечник, бактерии их также не жрут. Плюс, они их еще и убивают, если они начнут жрать. В общем, это негативно сказывается на нашей микрофлоре. Поэтому, ряд, скажем так, всех вот этих вот фигнюлин, которые вы ели до этого, я рекомендую исключить напрочь. То есть, в рационе, если вы там сыроед, я рекомендую оставить только зеленую гречу либо черный кунжут. Пшеницу в топку. Там, я не знаю, нут, маш, киноя, что там еще сыроеды едят, я не знаю. Ну, короче, чечевицу, вот все, что проращиваете, все это в топку там, кетиновую кислоту, короче, ее к хрен уберешь. Вот греча, поскольку это не злаковый, там ее не так много. Ее изначально там не так много. Если прорастить, она вообще уходит. И это становится безопасно. Люди, у которых чистый организм, да, у которых там хорошо работает лимфа и так далее, вы даже на себе можете ощутить. Попробуйте гречу прорастить с маленькими носиками и съешьте это. Вам будет капец как херово. А потом прорастите ее очень сильно и съешьте. Вы будете себя чувствовать вполне сносно. Да, у вас будет небольшая белковая интоксикация, чутка температура поднимется, но это небо и земля, ребят. Когда греча чутка пророщена и сильно, и так по отношению ко всем злаковым. Ну, как я уже сказал, если вы с рыбой, то оставляем только гречу и черный кунжут. Все остальное будет наносить, поймите, вот если вы разок там съели, да, грецкий орех, это не смертельно. Если это ваш основной рацион, все вот эти злаки, семена, бобовые и прочая параша, и вы это слабо проращиваете, вы это плохо замачиваете, вы угробите себе здоровье. Потому что, во-первых, вы не будете получать львиную долю минералов. Кстати, вот такая хрень, как отруби пшеничные, да, вот которые везде рекламируют, его полезный товар для здоровья, это вообще пиздеж чистейшей воды, ребят. Колоссальное количество лектинов, фитиновой кислоты содержится в отрубях. И если их жрать постоянно, это нанесет сумасшедший ущерб здоровью. И первым делом, да, от недостатка минералов в организме страдают зубы. И вот одна из основных причин кариеса, это как раз-таки сумасшедшее количество вот этой вот фитиновой кислоты в вашем рационе. Потому что она не только связывает минералы и не дает им сосаться, она еще, когда сама попадает в ваш кровоток, организм пытается от нее избавиться. Единственный способ это сделать, это абсорбировать кальций из ваших костей в кровоток. Связать с этой фитиновой кислотой и потом она уже выводится в неорганической форме вместе с этим кальцием. И есть куча исследований, когда смотрели всяких аборигенов, которых вот не коснулась наша промышленная индустрия, которые не занимались сельским хозяйством, не выращивали пшеницу, не выращивали кукурузу, которые жрали только морепродукты, ну и всякие плоды, там манго, бананы, тростник, я не знаю, что они там ели, но не ели крупы. У этих людей было идеальное здоровье по всем фронтам, у них были идеальные зубы. Люди, которые вот в нашей среде, не важно, едят крупы в вареном виде, сыроеды, которые плохо проращивают, слабенько, там один день, да, и думают, что все замечательно. Потом начинаются, ребят, проблемы. Наступает дефицит кальция, это бьет по другим микроэлементам, проблемы с волосами и так далее. Поэтому вот многие веганы, у которых начинают выпадать волосы, это как раз следствие того, что вы себе варите постоянно крупы, гречу, овес, там, я не знаю, чечевицу, фасоль, все что угодно. Поймите, что фитиновая кислота температурой не уничтожается. Но такой фермент, как фитаза, который содержится в некоторых крупах, который в состоянии вот эту фитиновую кислоту разрушить, он уничтожается при 80 градусах Цельсия. И поэтому, когда любая вот эта крупа не проращивалась, не заквашивалась, а просто вот начинает вариться, либо там жарится, некоторые же фасоль жарят, вы уничтожаете фитазу, фермент, который хоть в какой-то степени мог эту пагубность снизить, но фитиновая кислота в полной мере остается. И вы не получаете минералы, хотя вы их из термообработанной параши и так не получаете, потому что они становятся неорганическими. Но и плюс, когда фитиновая кислота попадает в ваш организм, еще раз повторюсь, это яд. И чтобы понизить вот эту вот кислоту, и чтобы от нее избавиться, начинает выводиться кальций из организма. Поймите, что вот такое явление, как кариес, дырки в зубах, это ненормально, это неприродно. Посмотрите на животных, диких. Я сейчас не говорю про тех, которые в зоопарке. У них идеальные зубы до самой смерти. Почему так? Никто из них крупы не ест. Даже коровка, она в дикой природе ест траву. А коров, которых вот кормят, скажем так, на скотобойне, они все больные. Они все выглядят отвратительно. Потому что вот едят несвойственную пищу. Но у коровы, вот этот фермент фитаза, про который я сейчас говорил, он у них вырабатывается. Не так хорошо, как хотелось бы, но он у них есть. И поэтому даже поедая эти крупы, к ним, кстати, еще вот эту фитазу добавляют в крупы, чтобы как-то нивелировать вот эту пагубность. Плюс еще какую-то херню добавляют, чтобы также помогать им бороться с лектинами. Крупы это не видовуха для коровы. Поэтому они на скотобойнах так отвратительно и выглядят. А домашние фермерские, которых кормят, например, сеном, они довольно красивенькие. А которые на промышленном корме выглядят отвратительно, они до безумия истощены и прочие у них всякие проблемки. При том условии, что им добавляют всякую хрень. Вот допустим, у мыши секреция вот этой фитазы, если я не ошибаюсь, она, по-моему, в 30 раз сильнее, чем у нас. То есть у нас она тоже есть, но она на таком мизерном уровне, что, ну, она никакого эффекта не оказывает. И то, она есть у нас только при том условии, если у нас большое количество растительности. То есть там дело даже не в ферменте, это бактерии. Есть бактерии, которые в состоянии вот этот, с этой фитиновой кислотой кое-как бороться. Поэтому все-таки у сыроедов даже, которые в большом количестве фитазы едят, они еще как-то справляются. У веганов в этом плане дела обстоят гораздо хуже. И поймите, когда вы едите тофу, вот тот продукт, который прошел колоссальное количество термической обработки и прочей всякой фигни, там остается колоссальное количество вот этих вот лектинов, потому что соя рекордсмен по их содержанию. И соя является очень сильным аллергеном. И поэтому, когда вы едите тофу, если у вас есть вот эти проблемы с кишечником, если есть эта проницаемость, когда большое количество этих лекцинов попадает в ваш организм, начинаются различного рода иммунные заболевания. Тот же, я забыл, как это называется, у Ульяны была такая проблема, когда, знаете, вся кожа краснеет. Я не помню, как эта хрень называется. Короче, это вот и есть. Это оно и есть. То есть убираешь эти лектины и это пропадает. Так, что еще я хотел сказать? Ну, в общем, вся вот эта хрень, да, все, что вы варите, все вот эти веганские продукты, убирайте, ребят. Вот самый полезный продукт, да, наименее вредный, это зеленая греча, сильно пророщенная. Желательно до той степени, когда она станет кисловатой. Не надо, ребят, ее выбрасывать. Ну, вот многие брезгуют, да, типа, греча проросла, стала кислой, все типа настухло, надо выкидывать. Ребят, вы до этого ели йогурты, вы до этого пили кефир. Это все молочно-кислые продукты. Туда также добавляют вот этих молочных бактерий, которые начинают поедать лактозу, потому что у нас же, ну, лактоза, она не усваивается, не переваривается, поэтому если выпить коровьего молока, у многих вздутие, газы и так далее, потому что уже в вашем кишечнике эти бактерии начинают жрать сахар в виде лактозы и создают газы. Вы же, когда кефир пили, у вас горло обжигает. Почему? Вот эти газы в кефире, они как раз таки созданы вот этими молочнокислыми бактериями. И поэтому, когда греча стала кисленькая, это замечательно, это изумительно, ни в коем случае выбрасывать нельзя, ешьте и не парьтесь. Это никакого вреда вам не нанесет. Ее едят те же самые бактерии, которые в квашеной капусте, которые когда-то были и в кефире. Вы же раньше пили кефир. И это, по сути, намного менее вредно, чем пить обычное молоко. И поэтому, не парьтесь по этому поводу, если греча кисловатая, спокойно ешьте. И наоборот, это тоже повод для радости, потому что коэффициент усвоения из такой гречи будет многократно выше. Если бы ее плохо прорастили, носики чуть-чуть проклюнулись, а на вкус она там никакая, ну, ребят, это проблема. Если вы будете такой хернёй питаться, вы только будете себя истощать. Ладно, если бы вы просто ничего не получали, еще раз повторюсь, фитиновая кислота будет кальций из вас высасывать. У вас потом будут проблемы с эмалью. Да, откуда у сыроедов проблемы с эмалью? Они говорят, кислые фрукты. Ну и что? Ну да, фрукты кислые, разъедают эмаль, безусловно, но она должна восстанавливаться. Но когда сыроед ест и кислые фрукты, и хреновую кучу зерен, орехов, гречу слабо пророченную, ну любую вот эту всю херню, где много фитиновой кислоты, зубы начинают разрушаться. Первым делом они, потом к волосам все это идет, потом с ногтями проблемы, и вплоть до вот этих вот аутоиммунных заболеваний. Еще раз повторюсь, если у вас болят суставы, если у вас там какой-то диабет, либо проблема с кишечником, там вот, да, как я уже сказал, тут же где-то что-то болит, убирайте всю эту херню. Исключайте из рациона. Посленовые убирайте, все вот эти крупы, либо, говорю, проращивайте гречеву максимально сильно, в таком случае она безопасна. Убирайте вот все чечевичные, фасоли, горохи, маши, нуты, неважно в каком виде, ребят, вы их... Понятное дело, если вот тот же маш, вы будете проращивать неделю, да еще и позволите ему ферментироваться, в таком случае там содержание всей этой токсичной параши будет на минималках. Ну, кто из вас будет проращивать неделю? Не знаю, греча в этом плане, она уже на третий день в принципе достаточно съедобна. Она уже сильно пророщена, такая кисленькая, и как бы есть ее можно, и, по сути, вреда особо не будет. Еще надо иметь в виду, что все вот эти крупы... Да, опять же, я говорю это для тех людей, ну, кто, допустим, не может позволить себе питаться одними фруктами, все-таки так или иначе, это дороговато. И иногда приходится подъедать крупы, но имейте в виду, ребят, что на... Ну, у нас очень сильно их обрабатывают, скажем так, от родителей. Я забыл, какая-то херня называется. Не найду сейчас. Короче, на букву R какая-то хрень. Блин, на телефоне я, конечно, могу глянуть. Ну, да ладно. Короче, есть определенные... Определенный, скажем так, этот... как же он называется-то, блядь? Пестицид, которым обрабатывают все эти крупы. И вот эта хрень, она как раз-таки травмирует ткань нашего кишечника, из-за чего потом вот эти лекцины могут попадать в кровь. Поймите, что, допустим, вот те же посленовые, они не для всех вредны. Если у вас идеальный кишечник, эти лектины не попадут в кровь и никакого вреда не нанесут. Но если есть вот этот вот, скажем так, проницаемость кишечника, вот тогда они будут попадать. А она есть практически у всех ребят. Потому что, еще раз повторюсь, если вы не питаетесь исключительно домашними плодами, вот эта ебучая химоза, которую льют на фрукты, на все вот эти вот культуры в виде пшеницы и прочей всякой фигни, она так или иначе травмирует. И микрофлору нашу нарушает. Кстати, это еще одна из причин, почему у некоторых фруктоедов, у некоторых сыроедов начинаются проблемы на ведоухе. Есть отдельные долбодятелы, которые употребляют антибиотики. У них там вообще, ну, проблемы колоссальные. Есть люди, которые жрут всякие дешевые промышленные фрукты, которые очень сильно нахимичены. Они угнетают микрофлору. Поймите, что видовое питание целиком и полностью завязано на микрофлоре. Коала жрет только один эвкалипт. И чувствует себя прекрасно. Не она жрет эвкалипт, а вот тот микробиом, который находится у нее в кишечнике. У нас же у людей, поскольку мы оторвались от природы и вынуждены, ну, покупать всякое дерьмо, да, с агрохолдингов. Мы огромное количество вот этой вот химозы угнетаем свою симбиодную микрофлору. И вот я после, вот после той аварии в прошлом году, когда я прошел одну операцию с антибиотиками, потом вторую с наркозом, полным наркозом, который также убил весь микробиом, у меня жратва, но она не переваривалась, потому что клетчатку поедают бактерии. И после антибиотиков ты вот, то, что ты съел, оно в том виде и выходит. То есть, наш желудок, он больше занимается, скажем так, обеззараживанием продуктов. Если там, допустим, какие-то патогенные бактерии попали, они просто сдохнут. Именно поэтому нет никакого смысла пить все вот эти пребиотики и прочую срань. Это все очень тяжело попадает в кишечник, так как уничтожается. Поэтому они стараются, скажем так, оболочку, да, вот этой таблетки сделать максимально крепкой, чтобы в желудке она не растворялась, а растворилась уже позже в вашем кишечнике. Такая, чтобы растворение было замедленного действия. Такие еще как бы, ну, имеют место быть. И поэтому микрофлора так долго восстанавливается. Я до сих пор после этих операций не чувствую того аналитического тонуса, который у меня был до этого. Более того, у меня сейчас начались траблы с зубами. То есть, у меня, ну, эмаль не такая эффективная. Такое было у меня на этапе перехода, когда я только-только переходил на видовуху. И сейчас, спустя пять лет, это началось снова. Потому что отсутствует микробиом. Не знаю, как это связано. Но это есть. И опять, когда я жру кислые фрукты, я это чувствую. Что, ну, плохо эмаль восстанавливается. То есть, грубо говоря, я от чего ушел, к тому и вернулся. Из-за вот этого вот антибиоточного курса мне сейчас придется заново взращивать весь тот микробиом, который у меня был. А это, долгая и не особо приятная. Поэтому, ребят, в идеале, вот в летний период времени также я всем рекомендую, пока сейчас еще осень будет, август, сентябрь, старайтесь покупать продукты только в частном секторе. У всяких бабулек. То есть, заходите на доски объявления, VTOLX и так далее, вбиваете там яблоки, ягоды, всякие груши. Ну, можете помидоры, да, опять же, смотрите по своим ощущениям. Если у вас кишечник нормальный, эти лектины не будут туда попадать. Но это только касается помидор. Как я уже сказал, в крупах фитиновая кислота. Хорошо, лектины вам вреда не нанесут, хотя опять же, в большом количестве они травмируют стенки кишечника. И потом появляется эта проходимость. И они начинают попадать в ваш организм. И это, ну, ведет проблемам, ребят. Любой вот из фруктоедов, да, кто находится долго на чистом питании, если съест крупы, ну, ему будет херовенько. Он сразу почувствует этот эффект. И делаем только в белке. А именно, вот, в белке токсичном. В виде вот этих лектинов и в виде фитиновой кислоты. То есть, любое зерно, оно защищается от бактерий. Никто их не жрет, да, вы... Хотя нет, найдутся микроорганизмы, которые могут их сожрать, да, ну, мышь, да, ее микроорганизмом не называть, но вот мыши, они едят. Потому что у них вот в 30 раз, у них собственные ферменты синтезируют эту фитазу, потому что они уже привыкли жрать крупы. И им нормально, им это ущерба никакого не наносит. Мы же не адаптированы. Когда мы начали эти крупы выращивать, ну, сколько там, пару тысяч лет назад, мы же до этого собирательством занимались. И наш организм не успел адаптироваться. И именно поэтому, вот когда мы только начали выращивать пшеницу, делать хлеб и прочую всякую парашу, наше здоровье начало идти по одному прекрасному месту. И потом все люди, которые рассказывают, что раньше люди жили долго, поедая хлеб, ну, это пиздеж чистой воды, ребят. Хлеб это очень вредная херня. И лектины сохраняются, и фитиновая кислота сохраняются. Да, снижается. Безусловно, если замочить сперва, прорастить, потом заквасить, да, снизится, но не в полной мере. И основная масса и лектинов, и фитиновой кислоты содержится в оболочке зерна. И по логике, хлеб, который, знаете, делают, скажем так, ну, когда сдирают эту оболочку, так же у риса. Вот, допустим, многие люди думают, что, типа, бурый рис полезнее, чем белый. Ни хрена, ни хрена, ну, это не так, ребят. В буром рисе колоссальное количество и лектинов, и фитиновой кислоты. И по сути, когда вы едите шлифованный вареный рис и вот этот бурый, там, ну, вы нутриентов получите примерно одинаково. Потому что из фитиновой кислоты из-за нее те нутриенты, которые были в оболочке, они не усвоятся все равно, ребят. И сама вот эта обилие фитиновой кислоты еще выведет кальций из вашего организма. Ну, то есть, это даже вреднее. Поэтому белый зерновой хлеб, который без оболочки, он не полезный, но он просто менее вредный. А вот которые распиарены, типа, из цельного зерна сделаны и так далее. Это проблема, ребят. И это, поймите, я не могу сейчас привести до доказательства. Я потом в свой чатик там накидаю литературу, вы уже сами ознакомитесь. Просто это статистические данные, это проверено. Там есть чувачок, который путешествовал по всему миру, наблюдал за людьми, смотрел вот эти дикие племена, которые жрали в основном только фрукты и морепродукты. У них было идеальнейшее здоровье. Идеальная костная система, идеальные зубы до самой старости. Все было идеально. Племена, которых коснулась наша вот эта индустриализация, которые начали жрать рафинированный сахар, муку и самое главное все виды круп, пшеница, кукуруза, всякая фасоль, чечевица и прочее дерьмо. У них были те же самые проблемы со здоровьем, как и у нас. А поскольку у них не было стоматологов, у них зубы еще сильнее, короче, шли по пизде в будущем. Поэтому, как я уже сказал, морепродукты те же, они гораздо менее вредные, нежели крупы. Другое дело, да, что там есть опасность подхватить каких-то паразитов, но если там как-то заморозить, либо еще что-то, то такую фигню даже будет употреблять гораздо безопаснее для здоровья, чем все вот эти крупы. Вот такие дела. Ну, как я уже сказал, лучший фактор приготовления это греча, это из зерновых там самое минимальное количество всех токсинов. Плюс мы ее максимально сильно проращиваем, это там минимум, желательно, три дня. Плюс ждем, когда она станет кисленькой и в таком виде употребляем. Это вот наиболее безопасный продукт, из него вы уже сможете наконец-то извлечь и микроэлементы, плюс и не повредите свой кальций. Вот такие вот дела. А всякие бобовые убирайте нахрен. Ни в коем случае арахис в сыром виде не ешьте. Там колоссальное количество и фитиновой кислоты, и вот этих вот лектинов, и плюс там еще могут быть всякие грибки, хреновая куча. То есть убирайте нахрен орехи, это не видовуха, это очень вредно, ребят. Плюс там окисленные жиры, если это еще термообработанное, это все, как сказать, ну это свободные радикалы, это еще к онкологии ведет. То есть это неадекватно есть единственная видовая пища, это вот фрукты. Ну и сейчас я еще склоняюсь, что типа рыбешку можно подъедать. То есть это далеко не настолько вредно, если ты ешь рыбу в сыром виде, потому что там нету холестерина, да, там есть белок, это конечно не заебись, но это и не критично. Тот же авокадо, да, вот многие едят, но при этом он токсичен. Дуриан это вообще полная жопа. Те же помидоры, то есть нет по сути идеальной пищи, тот же ананас. Ананас, вот допустим ананас является антипаразитарным продуктом, потому что он разъедает белок глистов, он просто разъедает их кожу. Так вот то же самое происходит с вашими тканями. Вы же знаете, вы когда едите ананас, у вас весь рот в крови, ну если вы много съедите, так то же самое происходит, когда он оказывается в кишечнике, ребят. Он всю гортань сжигает, весь желудок, весь кишечник, и да, глистов в том числе, но это неадекватно. Поэтому ананас, да, несмотря на то, что это плод, природа, она неразумна, она не создает что-то вот, что бы нам нравилось, она просто создает какую-то вариативность. И эта вариативность, она либо выживает, либо подыхает. Так работает эволюция. Ну то есть там нет никакой закономерности. Поэтому есть плоды, которые, ну, ни в коем случае есть нельзя. Я уже молчу про всякие ягоды, которые есть ядовитые, которые вас могут убить. Есть такой фильм, в диких условиях, кажется, называется, там, это на реальных событиях, там какой-то американец, ну, просто бросил всю цивилизацию, уехал жить на природу. В итоге, спойлер, да, в конце фильма он сажал ядовитую ягоду и сдох. Это на реальных событиях. Она была вкусная, кстати, к тому же. И таких плодов на этой планете очень много, которые могут нас убить. Есть те, которые не убивают сразу, как те же помидоры, но медленно, медленно наносят ущерб нам. Да, я эфирчик сохраню, обязательно на эту, потом залью. Какой дистиллят брать подороже, да, по качественному. Не надо самый дешевый. Возьмешь самый дешевый на Алиэкспресс, он будет у тебя вонять, дистиллят будет либо резиной, либо еще какой-нибудь херней. В общем, короче, это, как сказать, не подойдет. Лучше надо брать подороже. Да, ребят, я закину запись на эту. Про кукурузу я сказал. Кукуруза очень вредная. Вообще, ни в коем случае есть нельзя. Там колоссальное количество фитиновой кислоты. Она не уничтожается, кстати. Если ты кукурузу замочишь, конкретно в этом семени фитазы нет. То есть, почему нам замачивание помогает? Потому что, допустим, в гречи есть фитаза. Тот фермент, который, по сути, фитиновую кислоту уничтожает. Плюс, если мы еще позволяем ей немножечко подкиснуть, то есть, чтобы бактерии начали жрать еще лучше, она еще сильнее снижается. В кукурузе фитазы нет. Она может исчезнуть только в том случае, если ты будешь ее очень долго сквашивать. И некоторые племена так и делают. Есть южноамериканские племена, африканцы, которые берут эту кукурузу, замачивают, потом добавляют туда молоко в эту кукурузу. И все это начинает бродить там, прокисать и так далее. И ждут так неделями. И только потом из этого они готовят лепешки. Вряд ли они так делают, потому что они разумные. Да, понятное дело, они нихрена ни про фитиновую кислоту, ни про лектины не знают. Скорее всего, они делают это так для вкуса. Но, тем не менее, это им помогает. Да, остаться с зубами. Остаться, ну, не повредить свои суставы и так далее. Зеленый горошек это тоже парашин. Ни в коем случае его есть нельзя. Ты как бы дискомфорта не почувствуешь, но, поверь, это будет наносить ущерб. И со временем ты это почувствуешь. То есть, надо есть любое зерно пророщенным и максимально сильным. В принципе, теоретически, если ты зеленый горошек замочишь, и он прорастет хорошо, может быть, это будет не стой критично, но вот не могу сказать наверняка. Волчанка это в смысле болезнь, да, к волчанке это тоже ведет. Это как раз из книжки, как же она называется-то, я забыл. Блять, не вспомню. Гомес, что за Гомес? Елена Гомес. помидоры тоже не рекомендую. Если хотите, берите хотя бы домашние, у бабуляк, желательно максимально спелые. Лучше вообще находить где-нибудь на досках объявлений и просить срывать спелые с грядки. Хотя, опять же, если она продает всем подряд, вам так не повезет. Короче, в идеале, чтобы был свой огород, вот ты ждешь, когда помидор созрел, когда он уже прям красный-красный, и потом ты его срываешь, в таком случае содержание вот этих лектинов будет там на минималке. Но зачастую помидор срывают зеленым. Что бабульки, которые на рынках стоят, там же тоже невыгодно, чтобы он быстро испортился. Что магазины там, тем более. И из-за того, что плод сорвали зеленым, да, он дозревает, но содержание лектинов остается таким же, высоким. То же самое касается перцев. Зеленые, особенно перцы, ни в коем случае есть нельзя. То есть, вот все вот эти желтые и красные перцы, это по сути тот же зеленый, только поспевший. Это тот же самый сорт. Когда вы берете зеленый, имейте в виду, ребят, это просто недозрелый желтый и красный. Там лектинов колоссальное количество. И в семенах, и в кожуре. В принципе, если вы помидоры будете есть одну мякоть, без кожуры и косточек, в таком случае это безопасно. С точки зрения вот этих лектинов. То есть, вот такие, вот такие вот дела. Поэтому, вот имейте это в виду, ребят. Я потом скину в чатик еще там книжку. Я просто хочу еще предисловия сделать, потому что там говна хватает. Сейчас люди поначитаются, у которых критического мышления нет, тоже уйдут не в ту степь. Я хочу обязательно скинуть эти книги с предисловиями, с комментариями, чтобы люди понимали, могли критично это все фильтровать. И там поймете, да, уже на живом примере, как вот эти злаковые наносят ущерб здоровью всем вот этим людям. В частности, именно зубы идут. Первым делом зубы идут по пизде. Даже когда коня покупают, всегда смотрят на зубы. Это самый такой орган, когда есть какой-то недостаток микроэлементов. Они первым делом разрушаются, потому что организм берет из них нутриенты, чтобы обновлять другие ткани. Потому что это не настолько важно, как скелетный каркас. Поэтому все это извлекается первым делом оттуда. И поэтому возникают проблемы с зубами. Это дефицит микроэлементов. Поэтому в летний период времени, опять же, очень важно покупать плоды в частном секторе. Потому что плоды, опять же, на агрохолдингах, их... Во-первых, там куча химозы, как я уже сказал, которая, во-первых, угнетает наш микробиом, плюс травмирует кишечник. Сука, я забыл, как это херня называется. Рибофлавин или еще какое-то дерьмо. Короче, им опрыскивают растения. Вот он, когда попадает в наш кишечник, он травмирует хренам стенки. Поймите, что толщина эпителия нашего кишечника, вот тот, который пропускает нутриенты, он должен не пускать белки. Он должен всасывать только аминокислоты. Он должен не пускать крахмалы, он должен впускать только моносахариды. Но если он нарушен, все это говно попадает в наш организм, и вы начинаете жиреть от крахмалов, у вас лимфа вся забивается, а с белками идет вот эта вот реакция антител, когда очень много лейкоцитов синтезируется, а поскольку эти белки схожи с вашими тканями, они начинают пиздить ваши ткани. И вот такое, даже заболевание сердца, ребят, вот да, мы всегда раньше думали, что заболевание сердца связано только с мясными продуктами. Ну, типа, холестерином забиваются сосуды, и потом у тебя инфаркт, инсульт. Нет. Твои стенки сосудов могут травмировать твои же лейкоциты, если вот эти вот белки растений, лекцины, будут попадать в твой кровоток. И вместе с уничтожением их он будет пиздить твои же ткани. Потому что, еще раз повторюсь, они имеют одинаковое свойство, и вот наш иммунитет, он настолько агрессивный, у него настолько высокая потребность, чтобы ты остался жив, что он, ну, без раздумья, начинает все пиздить, все, что видит. И под горячую руку попадают твои ткани. Вот тебе и аутоиммунное заболевание, когда у тебя поджелудочное перестает вырабатывать инсулин, потому что, ну, твои же лейкоциты запиздили этот орган. Они так же и травмируют сосуды. И это может привести потом к инфаркту, к инсульту и так далее. К варикозу тому же и так далее. Ну, то есть, это, говорю, большая ошибка полагать, что, типа, орехи, семена, бобовы и прочая парашия это полезно. Нет. Это вреднее, еще раз повторюсь, чем жрать какое-нибудь мясо либо рыбу. Хотя красное мясо, нет, там холестерин, там еще белок также отличается от рыбного. Он, ну, тоже сильный аллерген. Да, вот опять же, посмотрите на тех же епошек, они вроде бы жрут рыбу, но у них самая высокая продолжительность на этой планете. Поэтому я сейчас начинаю склоняться к тому, что морепродукты, это не идеально, тип питания, ну, так или иначе, он более, скажем так, видовой, что ли. Ну, то есть, если сравнивать между крупами и рыбой, морепродукты гораздо будут безопаснее. Вот такие вот дела. Ягоды или фрукты, от которых прям придет тестостерон, арбузы. И если ты будешь еще, знаешь, такие белые косточки арбузные, которые мягкие, которые можно раскусить, если ты будешь их хавать, там очень много аргинина. Это аминокислота, которая насыщает нашу кровь азотом. Вот ты замечал, наверное, когда ты, допустим, качаешься, на трунчках зависаешь и так далее, у тебя мясо набухает кровью, наливается, раздувается. Это как раз таки следствие большого количества азота в крови. Когда он дефицит, у тебя нету пампа. И поэтому, когда ты жрешь арбуз, вот любой из вас, кто после арбуза шел на тренировку, мог заметить, что гораздо эффективней идет вот этот памп, тебе легче тренироваться, потому что большое количество азота в крови. Отсюда и выше энергетика, выше сила. И это, кстати, азот, он как раз таки благотворно влияет на тестостерон. Поэтому жрать вот эти вот белые, мягкие арбузные семки, ты почувствуешь, это будет оказывать положительное влияние на тестостерон, на силу, на выносливость и так далее. То есть вот сейчас как раз арбузы шикарные, и же осенью пойду, поэтому рекомендую обязательно с этими белыми косточками поедать. Ну и в самом арбузе тоже достаточно аргинина, но просто в семечках, естественно, гораздо больше. Вот такие дела. Так, он сейчас трансляция скоро прервется, и надо будет заново перезайти. Пока можете какие-нибудь вопросики задавать. Чёрные семечки, ты имеешь в виду с кожурой? В смысле чистить и есть? Нет, конечно, нельзя. Хотя, даже если ты прорастишь, там подсолнечные семечки очень токсичны, так же, как ильяные. Много и фитиновой кислоты, и вот этих вот лектинов, с которыми, по сути, от пророщивания особо ничего не делается. То есть, как бы, ну не рекомендуется, ребят. Это не полезно. Заменить ли ты мне кофе? Попробуй лимонный сок. Можешь прям концентрированный, либо размешивать с водой. Но я рекомендую пить его через трубочку, чтобы не раздражать зубы. Вот. Тебе лимонный сок точно так же будет бодрить. Более того, если ты выпьешь прям концентрированный сок, то он даст такой эффект опьянения. Я помню, на этапе перехода пил лимонный сок прям где-то, ну, 300-500 миллилитров, и я пьянел. Ощущение было, как будто я бухнул. То есть, ну так, все легко плыло в голове, ты такой навеселе, на расслабоне, весь такой открытый, прикольный и так далее. Не знаю, как это работает. Но вот такой эффект концентрированный лимонный сок оказывает. По крайней мере, оказывал на меня. Будет ли у вас, так не знаю. Ну да, арбузные семечки черные-то есть как бы не очень. Они же твердые, они не стоят. Вот беленькие вот эти мягкие, само то. Да, яблоки, груши, если промышленные, чистить. Еще раз повторюсь, сейчас, пока осень, забудьте про супермаркеты. Не надо ничего покупать на рынке. Ну, может быть, только арбузы и дыни. Яблоки, груши, если есть возможность, любые ягоды, малина, клубника, черника, ежевика, всякие капустные, там, неважно, еще что-то там, даже морковка, свекла. Только в частном секторе берите, ребят. Либо на рынке, если бабульки продают, знаете, которые вот со своей фигней, со своей грядки, это и берите. Там, во-первых, они будут... Сейчас я подробнее эту тему затрону. Давайте заново перезайдем. Можно каждый день арбуз. Но сейчас я эту тему еще дальше затрону. Давайте, ребят, перезайдем сейчас заново. Кстати, ребят, вот еще по поводу лектинов, да. Ну, постоянно же говорят, что Стив Джобс, типа, был фруктоедом, а потом отъехал от рака. Во-первых, фруктоедом он никогда не был. Он вообще был таким вегетарианцем. То есть, он рыбу ел, он ел термообработанную всякую фигню. И, естественно, как у любого вегана, вегетарианца, у него в рационе было очень много всяких круп и бобовых. И вот эта вся хрень, все вот эти вот белки, которые начинают попадать в кишечник, они потом ведут к раку. Вот такие вот дела. И поэтому, я думаю, что одна из основных причин Джобса это как раз-таки поедание всей этой параши. Потому что, еще раз повторюсь, веганство ни хрена, не полезный тип питания. И сыроедение, да. Если вы не понимаете, что очень важно гречку сильно прорастить и позволите ей закиснуть. Также, если хотите есть какой-нибудь нут, то то же самое. Вот посмотрите, есть такая Аннет Ларкинс. Да, я говорю там за 70 лет, она сыроедка. Она когда открывает свой холодильник, у нее проростки, ну, очень сильные. Там прям, ну, трава, можно сказать, уже. И вот в таком виде, да, их употреблять уже, ну, можно. Там практически вся вот эта хрень, все вот эти токсины снижаются довольно сильно. Так вот, разница промышленного плода и домашнего. Почему так важно в летний период? И вот я сейчас, единственное, что я покупаю на рынке, это только арбузы. Все лето я покупал домашние яблоки. У меня сейчас вообще там полный холодильник, ими забит, я сейчас давлю сок. То есть, мне там на халяву подогнали 30 или 40 килограмм яблок. Ну, вот я каждый день, наверное, там по 2 литра яблочного сока выпиваю. Плюс покупаю домашние огурцы, домашние помидоры. Ну, сейчас, как я уже сказал, я помидоры, ну, пока не буду больше есть. Я сейчас хочу перейти, ну, на такое, типа, больше зелени начать хавать, ну, именно из домашнего, чтобы много микроэлементов получить и так далее. То есть, капустные всякие, брокколи, цветная капуста, петрушка, укроп, огурцы. То есть, буду делать салатики из всей вот этой вот фигни. То есть, почему? Потому что, еще раз повторяюсь, в промышленном плоде, первое, когда плод выращивают в теплицах, их хреначат, ну, очень много углекислого газа туда загоняют. И, как минимум, в теплице содержание углекислого газа в 2 раза больше, чем снаружи. И за счет этого переизбытка углекислого газа растение начинает очень быстро расти. Все уже знаете, что растения дышат СО2, а нам как раз-таки они выделяют кислород. И чем больше СО2, тем быстрее плод набирает массу. Но микроэлементы в этот плод могут попасть только из земли. То есть, чем дольше плод находится на ветке, чем больше питательных соков поднимается вверх, тем большим количеством микроэлементов он насыщается. Но когда очень быстро выращивают плод посредством СО2, там еще кучу другой всякой фигни, для ускоренного роста используют, этот плод чертовски беден на микроэлементы. Витаминов там достаточно. Они, может быть, и меньше, чем в домашнем плоде, но не критично. А вот с микроэлементами беда, которые нам жизненно необходимы. Как я уже сказал, скину потом книжку в чатик, там вы поймете, насколько важны микроэлементы. Поэтому все праноеды, которые пиздят, что нам еда не нужна, чушь полнейшая. Нам нужны микроэлементы для построения абсолютно всех тканей. Первостепенно это зубы, костная система, солнце нам крайне необходимо. Так вот, вот нехватка микроэлементов из-за СО2, плюс сама почва, она достаточно, опять же, бедна на микроэлементы. Потому что производитель, он, безусловно, подсыпает те, которые необходимы для роста растений. Но там нет побочных микроэлементов, которые есть, допустим, на обычной почве в лесу. Тот же Силен, например. Вот та же Финляндия, она сейчас ввела, ну, короче, у них прям закон. То есть государство занимается тем, что Силеном заставляет производителей подсыпать Силен в растения. Потому что это чертовски полезно. И там в процентном соотношении у них там, я не помню, какое заболевание, ребят, но, короче, ряд заболеваний из-за вот этого добавления Силена снизилась у них. А у нас не подсыпают. У нас не подсыпают бор. У нас не подсыпают прочую всякую фигню, которая нужна нашему организму. Они сыпят в основном медь, цинк и еще каких-то два минерала, которые вот самому растению нужны для роста. Все остальное как бы нафиг не надо. И поэтому ценность домашнего плода вот сейчас в летний период времени, да, он дороже будет. Но поймите, ребят, я не знаю, одно яблоко, оно будет сравнено, наверное, как шесть магазинов. Ну, это такое, скажем так, пальцем в небо. Мы же не можем наверняка проверить. Было бы здорово сделать анализ. Взять промышленное яблоко и домашнее, да, с огорода какой-нибудь бабульки и провести анализ на витаминный состав и на микроэлементы. Плюс, помимо этого, химоза, пестициды, гербициды, нитраты и прочая параша. В любом промышленном плоде это есть. Это наносит нам ущерб. Это также травмирует ткани нашего кишечника. Это угнетает микрофлору. Это накапливается в тканях, в печени и так далее. Это вообще не про здоровье. Поэтому... А домашний плод, там такой херни нет. Да, бабулька, ну, она никакой химозы не обрабатывает. Да, там будут черви. Вот у меня все яблоки, они червивые. Так это замечательно. Это показатель того, что там нет химозы. А промышленные яблоки не червивые, потому что, ну, даже червь брезгует, эту херню есть. Поэтому в летний период времени, еще раз повторюсь, максимально старайтесь, чтобы 70% рациона было куплено у бабули. Не обязательно покупать на базаре. Заходите на Авито, ОЛХ, пишите название любого плода и сразу в больших объемах закупаете какую-нибудь бабку. Сейчас тем более осенью, это вообще копейки стоит все. Вот. И зато это будет, ну, реально качественный плод. Хреново куча витаминов, микроэлементов, отсутствие любой химозы. Ну, и плюс выращенное с любовью, да, на коровьих какахах и так далее. То есть, ну, замечательно. Ну, а в зимний период уже, как бы, ну, хрена ли поделаешь. Да, повезло тем людям, которые живут, ну, в субтропиках там, в тропиках и на экваторе, которые имеют возможность круглый год затариваться участников. Это вообще замечательно. Ну, у нас ничего не поделаешь, придется зимой, да, подъедать эту парашу. Поэтому зимой я рекомендую заправляться какими-нибудь минералами. Я не знаю, на Айхербе. Я ничего порекомендовать не могу, потому что сам до этого не употреблял, но сейчас скорее всего буду. Потому что, как я уже сказал, мне весь микробиом ушатали и чувствуется, что, ну, не такая эффективность, как была. Да, ну, я как будто только-только снова перехожу на свои деньги. Поэтому будут заправляться минералами, плюс очень важен витамин D. Зимой принимать при дефиците солнца, он чертовски также нам необходим для здоровья зубов. То есть, еще одна причина кариеса, проблем с эмалью, это дефицит солнца. Лысые обезьяне, но ни в коем случае нельзя в умеренном климате жить. Это вообще тотально неадекватно. Это то же самое, как если тут поселить слона или носорога. Будут ли они тут счастливы? Будут ли они тут здоровы? Нет. Вся наша биохимия заточена под тропики, у нас даже шерсти нет. Мы себя согреть не можем. Каким хуем мы живем в той области, где 30-40 градусов зимой? Это неадекватно. То есть, нам необходимо солнце. Поэтому зимой рекомендую заправляться также витамином D. Это обязательно из хреново кучи исследований. Вы не представляете, ребят, сколько я за последнее время все это перечитал. У меня как траблы с зубами начались, я пиздец, ну, килотоннами начал все это поглощать. Сейчас такой базис в голове, ну, просто сумасшедший. Были исследования, когда негритосов, маленьких, у них еще, у негритосов в чем проблема? У них черная кожа. Когда они оказываются в умеренном климате, с дефицитом солнца, у них вот этот дефицит витамина D еще более ярко выражен, чем у нас. И поэтому мю-йоркские чернокожие дети. У них у всех поголовно этот... Блядь, как же это называется-то? Сука, когда кривые ноги, когда костная система очень слабая и хрупкая. Такие ноги колесом. Сука, я забыл, как это называется. Ну, я думаю, вы поняли, о чем я говорю. Рахит. Вот, вспомнил. Рахит это называется и плюс остеопороз. То есть, колоссальная проблема. Врач брал этих детишек, выводил на крышу, и они там загорали. Через месяц рахит проходил. Ну, и остеопороз, соответственно. Просто за счет солнца. Настолько вот оно необходимо. Настолько без него страдает наша костная система, наши зубы. Поэтому зимой в обязалочку юзать витамин D и, на мой взгляд, синтетически это полная херня. Потому что любой синтетический витамин D это, как правило, ну, D3. Но витамин D, по сути, это гормон. Это даже не витамин. Это такой же гормон, как и эстроген, и тестостерон. Колоссальное воздействие на нашу биохимию оказывает. И там входит D1, D2, D3 и порядка еще 5-6 элементов, которые также завязаны на этом витамине D. Поэтому, когда мы в аптеке берем D3, ну, по сути, это не особо функционально. Это лучше, чем ничего. Но это такое себе. Поэтому я всем рекомендую, опять же, зимой юзать именно рыбий жир. Какой именно, я пока порекомендовать не могу, потому что сам никогда не юзал. Сейчас, опять же, надо искать на Ютубе, смотреть, какой хороший, потому что есть говно. И его, как правило, 90%. Потому что обязательно будет, ну, я читал, короче, есть рыбий жир, который, он настолько, скажем так, столько этапов обработки проходит, что в итоге витамина D там не остается. И они берут, искусственный витамин D туда добавляют. И об этом не сообщают. То есть, это шило на мыло. И нужно найти именно качественный, который, естественно, дорогой, который хорошо обрабатывается, без потери всех полезных нутриентов. плюс желательно, чтобы это была дикая рыба. Потому что, если это будет, опять же, рыба с какой-нибудь фермой, опять же, по исследованиям, у них в печени витамина D чертовски мало. Не знаю, с чем это связано. Скорее всего, это кормление, во-первых, опять же, там, блядь, еще и лектинов, кстати, дохерища. Поэтому в таком жире, опять же, могут быть те самые лектины, которые нас травмируют. В общем, нам система, она настолько душит с точки зрения здоровья. когда вы думаете, вам, типа, сказали, пейте молоко и мясо, все, вы переключились и заебись. Нет! Фрукты, говно, тот же рыбий жир, нормальный, хрен найдешь. Даже если, вот ты, допустим, на всеядстве, ты там мясо ешь, рыбу. Вот поймите, что разница колоссальная, если вы, допустим, у фермера дохлого барана купите, либо с агрохолдинга. С точки зрения, опять же, в том исследовании говорилось, что если животное жрет крупы, его ткань накапливает вот эти вот лектины. И потом, допустим, когда человек жрет мясо, мало того, что он получает токсичный вот этот мясной белок, плюс там еще хреновая куча лектинов. Та же рыба, да, вот кто, допустим, хочет поедать, имейте в виду, что если вы берете рыбу фермерскую, которую выращивают в этих запрудах, их там кормят кормом, карпом, кукурузу кидают тут же, и их ткани также накапливают лектины. И, по сути, вы можете не есть кукурузу, вы можете есть рыбу, которую, как я уже сказал, она, по сути, безопасней. Но если она на ферме, она не безопасней нихуя, потому что в ее тканях колоссальное количество лектинов, и вы получите то же самое говно, как если бы жрали кукурузу. Вот такие вот дела. Поэтому, когда я говорю, что рыба безопасней, это именно дикая, самостоятельно пойманная там в море, либо в речке, которая питалась водорослями, червяками, и просто всякой фигней, а не на этих фермах. И поэтому с рыбим жиром не знаю, я не знаю, какой хороший, и можно ли его вообще найти здесь. То есть, надо на ютубе смотреть отзывы, искать и так далее, как это все приготовилось. Вот. Либо можете искать более комплексный какой-нибудь витамин D3. В общем, не знаю. Я пока сам особо глубоко в этой теме не разобрался, но в обеззалочку зимой нам витамин D нужен. Потому что я уже привел пример, как страдают негритята маленькие. Просто почему рахит так распространен у детей? У них костная система слишком быстро растет. Наша костная система при дефиците витамина D особо так не страдает. А вот что в первую очередь начинает страдать, так это зубы. У фруктоедов зубы идут по пизде не только потому, что у них кислые фрукты, а потому что дефицит витамина D. Вот всеядный человек, он все равно пьет молоко, да, с химозой и прочее, там содержится витамин D. Он жрет рыбу, там содержится витамин D. Он жрет обычное мясо, да, там химоза, антибиотики, но там есть витамин D. То есть, одна из основных причин, по которой у сыроедов идут по пизде зубы, это вот дефицит этого витамина. Поэтому нам в обеззалочку. Если бы мы жили в тропиках, на экваторе, нам это нахер не надо. Если бы у нас лето было круглый год, и мы бы ходили налегке, да, там, безрукавка и так далее, тогда не было бы в этом необходимости. Но когда ты 9 месяцев в каком-нибудь пасмурном Питере ведет к проблемам с зубами, с глазами, волосы начинают выпадать, проблемы с ногтями. И да, на всеядстве люди так или иначе закрывают эту подредность. Нам, скажем так, находясь в этом климате, он по любасу нужен. Пока какой, не знаю, но позже, когда я уже разберусь, ну, поглубже в этом, я сообщу. Ну и B12. Также, я думаю, ну, все понимают, что он нам нужен. Я, кстати, недавно себе B12 проколол. Почему? Вот эта окись азота, которая находится в этой анестезии, она к хренам убивает вот эту молекулу кобальта, из которой B12 состоит. И я это ощутил, ребят. Как я уже сказал, упадок энергии у меня был после этих операций и так далее. Умственная активность значительно снизилась. Ну и прочая всякая неприятная ерундистика. Это прям чувствовалось. Я свое тело хорошо знаю. До всех этих операций я просто летал. И вот долбоебы, которые говорят, что фруктоедение не работает, да как не работает на пятом году. С каждым годом я себя чувствовал только лучше. Бам, одна операция, вторая. То есть, мне убили микробиом, я только его взращивал, мне снова убили. И да, чувствуется, ну, херово. Реально, не дотягивает вот этот энергетический потенциал. Прохолол метилкобаламин, особо этой энергетики не подняло, но я стал спокойнее. То есть, центральная нервная система действительно испытывала дефицит. Действительно, наверное, был дефицит витамина В12. Но я не уверен, из-за фруктоедения ли он был, или из-за операции. Потому что, с официальной точки зрения науки, есть исследование, вот эта анестезия, я забыл, как она называется, короче, вот эту хуйню, которую колят, она содержит окись азота, которая молекулу кобальта, как бы, разрушает. И поэтому, даже человек на традиционном питании, пройдя через полный наркоз, когда тебя полностью вырубают, он получит дефицит. В12. Вот такие дела. Поэтому всем рекомендую В12 юзать. Также, не обязательно часто это можно делать еще один раз, там, в два-три года, потому что он имеет свойство накапливаться. Берете либо таблеточки, либо какие-нибудь спреи, шпыкаете себе под язык, либо таблетку ложите под язык, и все это рассасываете обязательно под языком. Потому что, опять же, степень его усвояемости через желудочно-кишечный тракт очень плохая. Когда же вы рассасываете под языком, он сразу попадает в кровоток. Либо можете взять уколы, как это сделал я, но я не вижу в этом необходимости. Я просто взял уколы, чтобы почувствовать контрасты сразу. И я их почувствовал. Буквально с первого укола я сразу как-то стал спокойнее. И дышаться, кстати, стало легче. Потому что B12 отвечает за синтез кровяных телец. Да, и вот такое явление, как анемия, оно связано не только с железодефицитом. Потому что вот эти кровяные телца, они как раз таки переносят и кислород, и полезные микроэлементы, и прочую всякую фигню. И после укола, ну, короче, как-то легче дышалось. Не то, чтобы легче, я не то, чтобы задыхался, а просто реже стал дышать. Потому что каждое дыхание из-за того, что в крови было больше кровяных телец, оно лучше насыщало мой организм. Вот такие дела. И говорю, сейчас мне сложно сказать, то есть, грубо говоря, вот этими ебучими операциями мой эксперимент испорчен. Я даже не могу сейчас сказать, работает фруктоедение или нет. Вот эта проблема дефицита B12, она была бы, если бы я, допустим, ну, избежал этих операций. Или нет. Вот у того же счастья, да, вот он пропал с инфопространства, а мне интересно, ну, типа, в чем проблема-то? Я могу предположить, что либо дефицит B12, либо дефицит витамина D, потому что счастье, он, получается, ну, живя в тропиках, он не загорал, он вел ночной образ жизни, не видя солнца. Это проблема. И когда дефицит витамина D, там не только костная система идет по пизде, ну, все, поймите, это гормон. Он отвечает за колоссальное количество областей. Мы животные дневные, нас врубает, когда солнце садится. Мы должны бодрствовать днем и жить на экваторе, и находиться в изобилии солнца. Плюс у нас нет шерсти. Мы должны с солнцем контактировать максимально сильно. Там один, есть тоже такой фруктоедный блогер, я к нему хорошо отношусь, у него научная картина мира, он адекватный чувак, я не помню, правда, как его зовут, но он выставлял видосик, что, типа, витамин D нам не нужен. Какой-то долбоеб стоял там на видосе и рассказывал, что, типа, нам это не надо без доказательств, без фактов. В тот момент, когда есть кленово, куча исследований из разносторонних источников, не один. Я уже привел, да, пример про этих детей, блядь, с остеопорозом. И, кстати, вот все вот эти рахитные африканские дети, и у которых остеопороз, у которых вот такие вот животы, у них, казалось бы, солнца-то много, да, витамина D до хера, откуда вот этот рахитный остеопороз берется? Из-за ебучей кукурузы. Думаю, ну, во многих фильмах вы видели, что африканцы, ну, маис, маис, постоянно такое слово, это кукуруза. Они жрут кукурузу, сырую, либо вареную, неважно, количество лектинов. Ну, лектины чутка снизятся, а фитиновая кислота останется в неизменном виде. Как было, так и, ну, термородка вообще никак на нее не влияет. И вот они жрут кукурузу, а эффект точно такой же, как если бы они, допустим, были на голодании. Они не получают микроэлементы из этой кукурузы. По сути, кукуруза это кладезь, да, там действительно и железа много, и магния, и кальция. Ничего не усваивается. Ебучая фитиновая кислота, она, она еще сама по себе связана с молекулой фосфора. И, а фосфор нам также нужен для костей. И, соответственно, этот фосфор вообще не получаем, поедая кукурузу. И вот ребенок, вот этот негритосик, растет, костная система должна очень быстро строиться, жрет кукурузу, испытывает колоссальный дефицит микроэлементов, и поэтому они не могут стоять на ногах. Из-за кукурузы. Казалось бы, солнца-то много, витамин Д есть, в чем проблема? Проблема в дефиците микроэлементов, в колоссальном дефиците. И, когда зимой вы покупаете дешевые фрукты, поймите, что фруктоедение, так или иначе, это дорогое удовольствие. Даже зимой можно брать качественные фрукты, более-менее качественные. Поймите, что есть разница, допустим, есть китайские помидоры, да, стеклянные, да, вообще дерьмо, это есть нельзя. Есть, допустим, какой-то более такой региональный производитель, какой-нибудь российский хороший, либо узбекистанский, либо азербайджанский, это разница и земля. Там, безусловно, будет и микроэлементов больше, и витаминов, и меньше химозы. Потому что, так или иначе, эта химоза, ну, это яд, ребята, это сбивает нашу гормоналку. Это нарушает все биохимические процессы, это также ведет к проблемам со здоровьем. И есть такая химоза, сука, вот не помню ее название. Потом я отдельно пост на эту тему напишу, там я обязательно его назову. Эту херню сейчас в США везде запрещают. А у нас, естественно, это можно. Вот тоже ГМО. Сейчас, кстати, объясню, да, многие люди же у нас боятся ГМО. По какой причине? Люди не особо образованные думают, что ГМО наносит ущерб нашему геному. Что вот, типа из-за того, что это геномодифицированный, и как-то там наш геном нарушает, это бред сивой кобылы. Это не так. Проблема ГМО в том, что там как раз-таки создаются новые, я не знаю, штаммы, новые виды лектинов, которые защищают растения от различного рода насекомых и бактерий. И получается, что в ГМОшном продукте еще больше этих лектинов. И они, кстати, присутствуют в ГМОшных и яблоках, которые также травмируют наш кишечник, потом попадают в кровоток, и потом у нас запускается вот эта, ну, иммунная реакция на вот эти вот чужеродные белки. И вместе с теми пиздится, ну, разрушается наш организм. Вот такие вот дела. То есть, вот так действует система. И кто-то сейчас скажет, типа, что, фруктоедение не работает? Еще раз повторяю, жрать мясо еще хуже. Там холестерин, там белки эти токсичные, и плюс там также херово куча лектинов. Коровка жрет кукурузу, коровка жрет сою. Сои это рекордсмен по содержанию лектинов. И все это накапливается в ее тканях. И когда ты жрешь ее мышечное волокно, ты также получаешь те же лектины, которые были в сои. Это, опять же, это не голословно, это не мои домыслы. Это исследование, это официально. Ты можешь загуглить на английском языке все это поискать. Поэтому поедание того же плода, фруктового, это может быть и не полезно промышленного. Но это гораздо менее вредно, чем жрать всякую традиционную херню. Вот такие дела. И также там... Поймите, что по сути вот питание, сырое мясо, сырая рыба, правильное квашение тех же злаковых, но выращенных в экологически чистых условиях, поедание тех же плодов экологически чистых. Вот такое вот даже, казалось бы, традиционное питание, но только с тем, что ты можешь вырасти сам в экологических условиях, оно многократно будет. Ну, может быть, не лучше, но оно будет наравне с тем же фруктоедением промышленными плодами. Поэтому, ребят, когда вы берете бананы китайские зимой, когда вы берете дешевые яблоки, когда вы берете это привозное авокадо дешевое, и вот из этого состоит ваше фруктоедение, а потом вы жалуетесь на проблемы со здоровьем, плюс при переходе, когда вы не взрастили микробиом, я уже не раз говорил, что нельзя переходить на фруктоедение сразу же. Надо идти через сыроедение с огромным количеством зелени, с огромным количеством корнеплодов, как минимум полгода-год кормить вот этим килотоннами клетчатки, прям обжираться, большие миски салата в себе сделать, кормить свой микробиом. Еще раз повторюсь, коала, огромное количество видов обезьян. Вот многие говорят, типа, некоторые приматы всеядные, да все приматы, они питаются по-разному. Есть виды обезьян, я вот забыл, лупоглазка есть, какая-то такая маленькая, от которой, кстати, мы и произошли. Ну, она слишком дальний родственник, понятное дело, что потом были обезьяны покрупнее, но она прям еще динозавров застала. Блин, не помню, как ее зовут. Короче, не важно, она ест только плоды. Только плоды, не ест она листья. Этот, коала, наоборот, ест только листья. Есть вид приматов, который ест один вид растений, который является ядовитым. Он убьет любого другого примата, и нас в том числе. А у них выработан специальный фермент, ну, вследствие эволюции, который нейтрализует этот яд. И вот они этим растениям спокойно питаются. Только им. Горилла та же жрет только зелень. Блять, сбился с мысли, сука. Короче, надо пытаться покупать самое экологически чистое. Даже если вот вы находитесь на все ясли, если вы жирете мясо, пьете молоко, жирете яйца, я не знаю, еще всякую херню. Вы даже такое питание можете усовершенствовать. Да, будет затратно. Ну, блин, ты хочешь как бы быть, понятное дело, что такое питание, это не про здоровье, но в любом случае это будет менее вредно и ты отъедешь гораздо позже. Но для этого придется брать мясо в частном секторе, молоко там же, сырое, непарное, свежее, да, потому что если это все пастеризовано, если это кипяченое, там все убито. И кто-то сейчас может, подумать, что какие-то паразиты и прочее, да, да, там всякие паразиты, там всякие бактерии, но я читал, что что-то от козьего молока по России дохнут, ну, в год там не больше пяти человек. То есть риск минимален, так что можешь спокойно пить свежее, козье молочко и как бы не париться. Яйца те же домашние. Потому что в промышленных антибиотики, там в принципе нутриентов мало. Опять же, там дохуя лектинов, ребята. Потому что промышленную курицу кормят бабами, кормят пшеном, где херова куча лектинов, они оказываются в яйце. И поэтому, когда ты жрешь вот это вот яйцо промышленное и думаешь, что типа ты избавился от вот этой вот пагубной растительной диеты веганской, про которую я сейчас говорю, ты так же получаешь лектины, ты еще получаешь холестерин, ты еще получаешь вредный белок животный. Ну, то есть это многократно вреднее, чем, допустим, ну, те же правильно ферментированные крупы. Еще раз повторюсь, если греча кислит, бояться не стоит. Многие южноамериканские племена брали кукурузу, лили туда молоко, ждали, когда все это забродит. Несколько недель это все стояло, и потом они либо ели это так, либо пекли из этого лепешки. Индусы, у них также есть кукурузные лепешки, они их ферментируют, они их сперва проращивают кукурузу, потом ферментируют, и только потом делают лепешки из этого. Не знаю, понимают ли они этот принцип, либо просто делают для вкуса, но суть в том, что это значительно снижает фитиновую кислоту и прочую херню. А вот африканцы, которые не доперли до этого, и готовят кукурузу сразу же, либо варят, либо делают из нее лепешки сразу же, им пиздарики. Они все ходят беззубые, их дети страдают постоянно от ракита, от остеопороза и прочей всякой неприятной ерундистики. Вот такие дела. Еще, ладно, потом, ладно, ну, короче, я просто еще раз повторюсь, не хочу скидывать эти книжки без, без рецензии, потому что там, как и в любом произведении, 50% говна, 50% адекватного, поэтому надо как бы предостеречь людей, сразу прописать истины, на которые стоит обратить внимание, которые не соответствуют реальности. Так вот, там чувак приводил пример, что два брата из одного племени, один остался в этом племени и питался тем, чем питаются они, то есть фрукты, ягоды, орехи, морепродукты. Другой перебрался в нашу цивилизацию всего лишь на один год. Он работал на рыболовном судне, но они не рыбу там ели, они ели консервы, они ели хлеб, они ели прочее говно. У него все зубы корейцем покрылись. То есть это о чем говорит? Безусловно, генетика влияет, генетика есть, но всегда имейте в виду основополагающий фактор, это ваше питание. Даже если у вас дерьмовая генетика, вы всегда можете сделать лучше, если будете на питании качественным. Мы возьмем человека, допустим, с охуенной генетикой, да какой-нибудь чеченца, у которого родители, бабушки никогда не пили, все спортом занимались, и возьмем какой-нибудь русского Ваньку из семьи алкашей. Да, безусловно, его генетика будет хуже, но если этот чеченец начнет бухать, курить, жрать всякое говно, ну согласитесь, это же очевидно, что его здоровье будет многократно хуже, чем у того, который будет придерживаться адекватного питания, да, покупать максимально качественные, чистые плоды, заниматься спортом, пить чистую воду, придерживаться еще нормального режима сна и бодрствования, да, что у меня не получается, что, кстати, тоже очень вредно, потому что нарушается синтез гормона роста, нарушается мелатонин, это бьет по нервной системе, это бьет, опять же, по костной системе, по зубам бьет, потому что гормон роста как раз таки занимается восстановлением тканей, у меня не получается этого режима придерживаться, то есть тоже проблема, опять же, неестественная, из-за вот этого искусственного света, из-за прочего всякого говна, ну, с одной стороны, как бы цивилизации хорошо, а с другой, ну, все извращено, и по сути, виновата не сама цивилизация, именно капитализм, сейчас капиталист, который на агрохолдинге выращивает плоды, естественно, ему важно, ему насрать на качество, ему насрать навредит это вам или нет, ему самое главное вырастить как можно больше, естественно, используется химоза, как я уже сказал, почва истощается на микроэлементы, это тоже важно понимать, вот, допустим, яблоневый сад на большом агрохолдинге, либо виноград, неважно, вот эти деревца, когда их поливают, они вот с этими питательными соками всасывают микроэлементы, и их содержание в почве со временем снижается, снижается и снижается, и, как я уже сказал, искусственно им подбрасывают магний, кажется, цинк, медь, и еще какую-то саль, все, а этих микроэлементов уже несколько десятков штук, и поэтому я вот рекомендую, у Фролова была реклама, этот фокус, где он из из этих дел, господи, забыл, сука, какой, как же я туплю, это, кстати, влияние гречи, все равно чувствуется, чувствуется тупняк и бьет по энергетике. Водоросли. Вот, из водорослей он там делает гели, там, ну, максимальный микроэлементный состав, то есть, я вообще Фролова, да сколько он бы хуйни там не нес, я в каждом видосике могу найти, к чему придраться, но из всех, скажем так, на пространстве видового питания он самый адекватный. Да, несмотря на то, что он там в эволюцию не верит и прочее, все равно у него научный подход, он все равно руководствуется определенной логикой и так далее, это имеет смысл. Есть куча исследований, я также пост напишу, попозже скину, за последние 50 лет содержание микроэлементов, видите, там, как бы фрукты не изучали, там смотрели именно по вот таким культурам, как пшеница, соя, бобовый и прочая всякая срань, снизилась от 30 до 70 процентов. Можете себе представить, наши бабушки, да, которые там жрали пшеничный хлеб и так далее, то есть того содержания той же меди, цинка и прочей фигни, ну, было на 50 процентов выше, а сейчас все беднее, беднее и беднее, потому что почва имеет свойство истощаться. Древние римляне, когда они выращивали, опять же, то пшено, они постоянно меняли место, они не насиловали так почву, они раз вырастили, плюс они еще позволяли всей вот этой херне перегнить. Не то, что, не потому, что они такие умные, а просто им лень, видимо, было убирать, это же был ручной труд. Сейчас никто, вот, допустим, стоит яблок, я вот не знаю, наверняка, но навряд ли вот этим листьям позволяют сгнить, которые опавшие, скорее всего, идут, машинкой все эти сухие листья собирают, и все. Но ведь за счет вот этих сухих листьев опавших, те микроэлементы, которые в них содержатся, они снова окажутся в почве. И это и есть плодородная почва, когда какое-то растение, либо опавшие вот эти листья гниют, создают вот этот биогумус качественный, за счет которого потом плоды, которые снова здесь вырастут, опять будут изобиловать всеми необходимыми микроэлементами. Но такого на агрохолдинге не происходит. Мне кажется, там всю эту херню убирают, и поэтому, говорю, там все это бедно. Плюс, кстати, само содержание углекислого газа, в принципе, на всей планете и в нашей атмосфере, оно увеличилось. И увеличилось значительно. И поэтому сейчас, опять же, плоды даже дикие, беднее на микроэлементы, потому что они быстрее вырастают. Они меньше находятся на ветке, меньше питательных соков в них доходят с микроэлементами. И опять же, содержание всех этих нутриентов ниже, нежели оно, например, было сто лет назад, когда большая промышленность не была развита, и мы нашу атмосферу так не засрали СО2, которое растение любит. И чем больше СО2, тем оно быстрее растет. И вот в Нидерландах все теплицы с томатами туда прям загоняют этот углекислый газ в вакууме, ну, в смысле, там закрытая пространство, чтобы он не выходил. И помидорки растут там чуть ли не в 2 раза быстрее. При этом углекислом газе. Но их питательная ценность безумно низка. Им еще и, как бы, ультрафиолет нужен. Я, кстати, не знаю разницу солнечного света и ультрафиолета, как это влияет на витамины. Ну, короче, витамины в них образуются посредством именно солнечной энергии. Вероятнее всего, там и содержание витаминов тоже будет ниже в таких плодах. Ну, опять же, я тем самым не пытаюсь дискредитировать видовое питание. Да, я сам до сих пор его придерживаюсь и планирую придерживаться. Но, допустим, вот питание, да, традиционное, в любом случае вы все термообрабатываете, там витаминов не остается вообще. Либо снижается радикально. Плод купленный, пускай даже агрохолдинг, пускай даже в супермаркете, там витамины будут, естественно, меньше, чем если бы ты вырастил у себя в огороде. Ну, их гораздо больше, чем в любой термообработанной параши. Что такое традиционное питание? Это вообще пиздец, ребят. Я не знаю, доширак, какие-то макароны, вареные крупы, которые высасывают вообще колоссальное количество, ну, не позволяют нутриентам сосаться, плюс витейная кислота разрушает эту костную структуру, белки всякие, все это молоко ебучее, которое тоже травмирует. То есть, молоко, по сути, работает так же, как и эти лектины. Из-за вот этого казеина тоже, если у вас кишечник травмирован, имеет вот эту проницаемость, казеин попадает в кровь, и все. Ну, те же проблемы. Тот же диабет, тот же артрит, все эти бабки в деревнях, знаете, с такими крюченными пальцами, вот такие шишки везде. Это следствие чего? Питье молочка домашнего, экологически чистого. Ну, из-за казеина вот такие проблемы. Может быть, этого бы и не было, если бы они еще не ели вдобавок всякие конфеты, торты там, хлеб обычный и прочее дерьмо злаковое. Но мы имеем, что имеем, и не можем это проверить. Скажем так, была бы такая проблема от молока, если бы у них был бы нормальный кишечник, который бы не пропускал вот эти высокомолекулярные белки в нашу кровь. Еще раз повторюсь, как это проверить, пропускает он или нет, съедая эти свеклу, там две больших можете на терке потереть, съесть это. Если после этого моча красная, пропускает, ребят. Но даже если не красная, это не говорит о том, что вам эту парашу надо есть. Еще раз повторюсь, лектины, которые там содержатся, они травмируют ваш кишечник. То есть сейчас, может быть, у вас нет этой пропускаемости, будете продолжать есть, 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 она появится. Особенно, если вы свой микробиом угнетете, тот, который хоть как-то, да, все это поедает, с этим справляется. То есть, вот путем антибиотиков, как это было у меня, либо просто посредством поедания какой-нибудь химозы. Вы можете, допустим, опять же, да куча факторов, которые угнетают ваш микробиом. Любая химоза на фруктах, либо еще где-то, вы можете в океане плавать, нахлебаться, да, вас там волной накроют, вы всю эту соль проглотите, вы также очень сильно навредите своему микробиому. Одно дело, если вы там чутка хлебанули, а если нормально так нахлебаетесь, все, вы снесете весь микробиом. Это то же самое, знаете, вот опять же, еще одна из основных проблем у всех фруктоедов и сыроедов, почему их здоровье идет по пизде. У тех людей, которые любят вот эти чистки. Я не против таких чисток, да, которые там, фролов советуют, антипаразитарки, которые на грибах и прочее. Это еще адекватно. Хотя я не знаю, как это оказывает влияние на микробиом, это уже надо, да, на свой кал смотреть. Если перестает хавка перевариваться, значит, вы убили к хренам всех бактерий. Либо если она хуже начала перевариваться. Это ярчайший индикатор. Но люди, вот многие сыроеды, они, у них какие же чистки, магнезия, прокшалана, там еще какое-то говно. Они просто к хренам сносят всю микробиоту, то есть, по сути, откатываются до нулевого состояния, и потом, да, у них проблемы, потому что, еще раз повторюсь, определенные витамины, определенные жирные кислоты, вот эти омега-3, омега-6 и прочая всякая необходимая нам фигня, это все синтезируется бактериями. И когда вы их постоянно угнетаете, да, поеданием тоже соли. Многие сыроеды, они же грешат там. В сыроедческий ресторан зашел, наелся какого-нибудь соленого говна. Я помню, когда на этапе перехода брал себе фалафель. Это до безумия соленая херня была. Ужасно. Весь рот сжигала. Потому что это же невкусно. Кто будет этот нут жареный есть? Без соли он никакой. И в итоге, представьте вот такое обилие соли, как оно угнетает нашу микрофлору. Именно симбиодную. Именно ту, которая жрет клетчатку. Поймите, что там ни один вид, там колоссальное количество. Какие-то синтезируют B12, какие-то синтезируют витамин К2, какие-то синтезируют жирные кислоты. Абсолютно разные виды. И когда вы занимаетесь теми чистками и едите всякую вот херню всю вот эту, даже чеснока, чистка Чингисхана, это все убивает бактерии. Если вы там чуть-чуть, пару зубчиков в салатик кинули, это не страшно. Но когда вы начинаете жрать, да там с томатным соком, вот придурки некоторые жируют, ну вы все, убили весь микробиом. Вы остались... Это примерно то же самое, как лишить себя органа. Вот, допустим, наша печень, она синтезирует витамин D под влиянием ультрафиолета. Так и ваш микробиом в кишечнике точно так же синтезирует, только гораздо большее количество витаминов. Более того, я прочитал исследование, что некоторые бактерии способны синтезировать серотонин. И если вот этот штамм бактерий, скажем так, либо уничтожить, либо угнетать его и так далее, это будет вести к депрессии. И именно поэтому, когда люди пьют антибиотики, они также им потом приходится юзать антидепрессанты. В общем, от микробиома зависит, ну, очень многое, ребят. То есть это надо ценить его так же. Ну, вы же не хотите, чтобы вам одну почку вырезали. Но когда вы пьете антибиотики, когда вы юзаете магнезию, прокшалану, что там у нас еще есть? Ну, я думаю, много таких чистых, да, дебильных, которые вас заставляют поносить, которые там сносят, ну, все к хренам. Это неадекватно. Если вы думаете, что у вас какие-то паразиты, ну, окей, ешьте пряности по чуть-чуть, там, лисичек тех же поешьте, да. Что там еще? Да лисичек будет достаточно. Они, в принципе, всех уничтожают. Я, кстати, тебе заказал лисичек. Вот. Ну, просто хочется поэкспериментировать, да, проверить. Опять же, куча исследований. Я вот раньше думал, что глисты, я понимал, что они есть, но я полагал, что они не могут никакого вреда нам нанести. Опять же, даже хрен с ними, с исследованием, да, какой-нибудь долбоеб, опять же, который не верит, там, в официальную науку, может сказать, что это все фальсификат. Это все медицина. Хорошо. Заходите на форум Я же матерей и открываете раздел, вот как раз с паразитами, с глистами. И вы охреневаете о тех комментариях. То есть, глисты есть. И они могут у сыроедов запросто быть, которые там поедают зелень и прочую фигню, им могут нанести ущерб здоровью. Ну, то есть, это не выдумка, это не фроловская херня, да, не пытается что-то впарить. Может быть, и есть продукты, где он подпездывает, но конкретно в этом случае это есть. И там был комментарий на форуме Я же матерей как одной девчонке, она там задыхалась, ей потом что-то там разрезали гортань, и у нее просто там черви полезли. Я не знаю, насколько это правда, но там есть такой комментарий. Есть другие комментарии, да, дети скрижут зубами, слюна у них там на подушке остается. Потом ведут, сдают анализ, у них действительно глистная инвазия, потом дают какие-то токсичные таблетки, их ни в коем случае употреблять нельзя от глистов. Это, ну, это вред колоссальный. То есть, аптечные таблетки ни в коем случае, только вот чесночка, там, перчика острого, эти, блядь, забыл, как они называются, тыквенные семечки, и самое лучшее это вот лисички, и вот таким вот путем их выводить. Вот, там дети срали, они же срут на горшок, и там все это очень видно, там реально прям шевелись черви, ну, не знаю, мамаши так писали, может быть, они тупые, может, они обдолбанные, ну, это же, вот так и выявляется, скажем так, истина, из разных источников. Ты читаешь медицинские источники, потом заходишь на форумы, и типа, ну, уже как бы, невозможно это двухсмысленно истолковать. Да, глисты есть, и они с большей долей вероятности у всех. Просто все зависит от того, какое их количество и так далее. И поэтому имеет смысл жрать лисички. Не обязательно их брать у Фролова, да, можно самостоятельно насобирать, либо если вы живете в мегаполисе, стопудо у вас на рынке какая-нибудь бабулька продает. Купите и похавайте их. Легче мне будет. Кстати, вот по поводу овсяных хлопьев, ребят, это вообще такой миф, да, вот нам опять же говорят, что, ну, в традиционном питании овсяные хлопья считаются вот эти детские, которые молоком заливают, типа, это полезный продукт. Это пиздец, какой вредный продукт, ребят. Как я уже сказал, вот тот же это, отруби. Был, опять же, эксперимент. Там, кстати, это видеофакт, да, я так же, если найду, потом снова я прикреплю к своему посту. Вот, как я уже сказал, у коров, у свиней, у травоядных животных фитаза вырабатывается собственным желудком. Они в состоянии сожрать крупы и не получить от них такой ущерб, какой получаемый. То есть, их ферменты расщепят ее, и они извлекут микроэлементы из этих круп. даже без замачивания, без проращивания. У собак такой херни нету. Они хищники. И поэтому, когда собак начинают кормить отрубями, их костная система идет по пизде. И буквально через пару месяцев их ноги не держат. Есть видосик, где котей, когда кошку тоже кормили отрубями, и собаку костная система начинает развалиться. Они на ногах не могут стоять. Астеохондроз это называется, когда костная система просто разваливается посредством вот этой ебучей фитиновой кислоты, которая мало того, что не дает минералам всосаться в желудок, плюс попав в кровь, чтобы от нее избавиться, приходится извлекать кальций из костей. Еще был эксперимент, также брали овес, не пророщенный, вот просто зерно овца. Ну, видите, тут эксперимент можно двояко истолковать. Короче, морской свинки, вот у мышей есть фитаза, которая расщепляет, они могут зерна жрать и им насрать, все будет замечательно. У морской свинки этого нет, она не зернами питается. И морской свинке давали овес цельнозерновой, не пророщенный, через месяц у нее развилась цинга, у нее начали сыпаться зубы, начал остеопороз, фу, я неправильно сказал, не остеохондроз, остеопороз начал развиваться на костях. Ну, то есть, все пошло по пизде. Потом этот овес начали проращивать долго и ферментировать. Стали морскую свинку кормить вот этой фигней, все было замечательно у нее. Потому что фитаза снижалась, лектины снижались, и уже вот этими проростками, но все равно, мне кажется, если бы продолжительное время кормили, то все равно это могло бы привести к каким-то другим плачевным посредствиям из-за вот этих вот ебучих лектинов. Вот такие дела. Во все, кстати, очень много фитиновой кислоты, еще больше, чем в пшене. Поэтому овес вот галазерный, опять же, проют, типа полезный. Вот сейчас ты задал вопрос, да, типа вот этих овсяных хлопьев, это параша, ребят. Это не замачивали, не проращивали, просто взяли овес, измельчили фитиновой кислоты дохуища и тебе впарили. Термообработали, ну еще раз повторюсь, термичка вообще никак не влияет на фитиновую кислоту. И ты начинаешь поедать. И это завтрак, вот все детишки, казалось бы, откуда у них кариес? Ну вот маленькие дети, у меня молочные зубы все шли по пизде. У меня, ну не сверлили, ну раз шесть, наверное, я был у стоматолога. Я сладким особо не обжирался. Я зубы чистил каждый вечер. Почему у меня есть эти проблемы, а у обезьяны нету? Потому что жрал злаки, горох, ну чечевицу я не ел, горох ел, гороховый сок, гороховое пюре, в этой, в картошке тоже лектинов дохуища. Это посленовый, как и помидор, картошки ел дохуя. Блять, гречку также термообработанную, там тоже есть фитиновая кислота, если ее не проращивали, ее не проращивали, термо... хлеб, тоже вам фитиновая кислота, рис, тоже фитиновая кислота. Вот зубы и шли по бизде. Тотальный дефицит микроэлементов. И поймите, вот если вы, допустим, взяли зеленую гречу, вот у этого, забыл, какой есть канал, там чувак с рецептами, он гречу вот прорастил совсем чуть-чуть. Вот еще, опять же, еще раз объясняю, почему греча становится сладкой, когда она сильно пророщена, потому что большие молекулы крахмала распадаются на моносахариды. Поэтому она приобретает сладковатый вкус, потому что эти маленькие молекулы сахара наконец-то могут закатиться в лунки рецепторов нашего языка. Когда это большой крахмал, мы его практически не ощущаем. Поэтому греча приобретает сладковатый вкус, когда она сильно прорастает. И таким образом там и белки распадаются на построение, и микроэлементы. Ну, то есть, фитиновая кислота, во-первых, уничтожается, высвобождается фосфор. Потому что еще раз повторюсь, во всех крупах фитиновая кислота связана с фосфором. Вы фосфор вообще не получаете, когда объедаетесь фруктами, а фосфор нужен для костей. Может, слышали такую херню, что постоянно говорят, что рыба полезна для костей, потому что там фосфор. Если рыба термообработанная, там фосфора нет. Это уже не органическая параша. Если сырая, да, это уже правда, это имеет место быть. Поэтому та же икра, которую не термообрабатывали, а просто засолили, в принципе, да, богата фосфорами, как бы не заебись. Вот. Поэтому гречу не надо ни запаренную есть, ни овсяные хлопья. Лучше пойми, вот смотри, если ты берешь гречу коричневую и замачиваешь, ты опять же фитиновую кислоту никак не снизишь. Потому что фермент фитаза при термической обработке уничтожается. И когда зерно уже термообработано, и ты его замачиваешь, ты не можешь ее снизить. Потому что фитазы нет, и она не может как бы, ну, расщепить эту хуйню. Когда греча сырая, вот эта фитаза как раз активизируется и начинает фитиновую кислоту и хреначить. И поэтому она уменьшается. Поэтому идешь в магазин Экодива, заказываешь там зеленую гречу, она там стоит копейки, ребят. Там можно мешок взять 25 килограмм в районе 3000 рублей, даже меньше. Но лучше подождать, сейчас не стоит брать, потому что там старые урожаи прошлогодние. Лучше подожди, сейчас осень, и ты там напиши в WhatsApp этой продавщице, узнай, когда будет свежий урожай, вот, берешь этот мешок, ну не больше 3000 рублей 25 килограмм, ты будешь полгода его есть. И это при том условии, если ты будешь обжираться, а тут тебе на 8 месяцев его хватит. Вот, и все, замачиваешь, сильно проращиваешь и в таком случае извлекаешь из нее пользу. И желательно проращивать до момента, когда она начнет кислить и еще лучше, потом еще подождать, чем дольше она будет ферментироваться, тем лучше. Чем больше ты пользы из нее извлекешь. Когда фитиновая кислота будет на нуле, когда лектины будут максимально снижены, колоссальное количество микроэлементов из нее получишь, плюс это все переварится нормально, да, это и бактерии будут жрать, и ты не будешь микробиом свой угнетать, то есть, хреновая куча плюсов. При том условии, если сильно пророщено и желательно еще немножечко ферментировано, а лучше даже множечко. То есть, я вообще не брезгу, у меня греча может очень долго стоять, она потом прям, ну вот реально прям кислая-кислая, такая вот трухлявая ее прям берешь, она очень легко разваливается. Да, это ферментация, то есть, из воздуха, вот они летают, везде тут бактерии, они начали ее жрать, начали плодиться. И вот такая максимально качественная для усвоения. Потом Грюс, скину там книжку, и вы более лучше это поймете на живых примерах. То есть, там прям будут фотографии племена, которые вот так вот занимались ферментацией, идеальные зубы. Племена, которые не занимались ферментацией, просто варили крупы, либо ели их, ну, сырыми даже, да, прорастили, но ферментации не грешили, у них проблемы. У них проблемы с зубами, у них дети все рахитные, остеопорозы и так далее. Вот такие вот дела. И никто об этом не говорит. Очень мало информации. Это только вот сейчас, да, идет масса, там, ближайшие, может быть, ну, последние три года. Все статьи, все, скажем так, видосики на эту тему, это все вот в последние несколько лет. нам все говорят о вреде животного белка, и это правда. Ну, почему никто не говорит об этом, что бобы и крупы, это такая же невидовуха, это тотальный вред. Это неадекватно. Самое охерительное, говорю, для нас, это вот плоды. Если возможности плодов, ну, нет возможности есть, то лучше рыба. Сырая, естественно. Да, очень важно, чтобы она была без глистов. Вот. То есть морепродукты, это уже идет как вот после плодов. Если нет возможности, лучше их. Но дичь какую-то есть там, птицу, ни в коем случае. Ребята, это пиздарики. Сдохните от инсульта, от рака, будет у вас альцгеймер, бумш, холестерин, да, и прочая всякая неприятная эрундистика. Молоко тоже не надо, это тот же самый эффект. Все, что вот мы сейчас говорили про вобы, все можете перенести на молоко. Проблемы с кишечником, высокомолекулярные белки попадают в кровь, а утаинульные заболевания вам, пожалуйста. Проблемы с кожей, потом совсем проблемы. Плюс это закисляет, да, вы же все слышали про то, что казин из-за того, что он тяжело переваривается, очень много ферментов, синтезирует, да, наш поджелудочный и желудочный сок, и впоследствии это все, когда попадает в кишечник, вся эта кислота также всасывается, короче, ничего хорошего. В общем, это ведет к проблемам. Вот такие дела. Поэтому просто имейте в виду, что вот самое идеальное, это безусловно плоды, и опять же, плоды имеют градации. Как я сказал, сейчас надо покупать плоды домашние. На рынке в оболе, либо на досках объявлений, заходите, прямо едете. Я говорю, вот я не знаю, как у вас, но вот у меня дохера таких предложений. Потому что у меня город небольшой, и где-то процентов 30 этого города, это все частный сектор. Вот я недавно, ну как недавно, недели две назад ходил к тетке, за копейки набрал ведро, я не знаю, 10 килограмм, наверное, сливы домашней. Вообще, что-то, ну отдал, ну в долларах это 5 баксов. 5 баксов я отдал, блядь, за огроменное ведрище, такое 10 килограммовое, домашние сливы, без химозы. Выращенная на, ну на, это почва по-любому, качественнее, чем на агрохолдинге. Чистое, качественное, экологически чистое слива. Да, естественно, не такая вкусная, как с агрохолдинга, там мякоти не так много, не такая сладкая, но зато микроэлементов дохилища, витаминов дохилища, химоза отсутствует, вообще на нуле. Разница есть. Насчет того, если в зелени лептиды, смотри, в капустных есть, но гораздо меньше, прям радикально меньше, то есть присутствует, в огурцах есть, но опять же, если сравнивать помидоры и огурцы, тоже небо и земля, поэтому всякие крестоцветные, капусту, петрушку, укроп, все это смело можешь есть, там вообще незначительное содержание. Нет, супы я никакие не ем, я же сейчас говорю о том, что термически обработанная еда, это вред. То есть плитой не пользуюсь. Если я говорю, если бы я даже был, я не знаю, как это называется, сыроедение, когда животные продукты едят, то я бы пил сырое молоко, прям вот из-под коровы, хотя коровьи я бы не пил, лучше козье. Я бы ел сырые, куриные желтки, я бы ел сырую рыбу. Потому что, когда ты что-то термообрабатываешь, это мусор. Микроэлементы приобретают неорганическую форму, потому что молекула углерода, с которой они соединены, она разрушается при 70 градусах Цельсия. И по сути, вот эти вот неорганические минералы, например, то же самое, ну, вот они становятся такими, какими и были в земле. И если ты будешь есть землю, ты не получишь никаких микроэлементов, это раз, плюс витамины разрушаются при термообработке. Витамин С, он уже идет по пизде, даже если ты просто ложишь лимон в чай, уже буквально через 5 минут, там около 80% этого витамина разрушится. Витамин С даже при контакте с кислородом разрушается. Вот если вы, допустим, себе порезали салатик и оставили это на открытом воздухе, и вот это постоит там, допустим, 2-4 часа, там не останется витамина С, ребят. И чем сильнее вы это измельчите, особенно если вы смузи какой-то сделаете, да, там в блендере все это перефигачите, и выпьете только потом, через часы, там радикально снизится. И не только витамин С, и витамины группы В пойдут по пизде при контакте с кислородом. Потому что происходит такой же процесс окисления. Вот такие дела. Ну и плюс там денатурация белка происходит. Опять же, он сворачивается, он меняет свою природную форму. Ну как можно из мертвой ткани получить жизнь? Даже если вот такими примитивными терминами рассуждать, ты, если, допустим, возьмешь свою кошку, засунешь в микроволновку, ну все, она мертвая. И когда ты берешь какую-то ткань, даже чужеродную, ту же рыбу, например, и запекаешь ее в печи, ну что ты хочешь из этого построить? Это мертвый шлак. Ни одно животное в дикой природе термообработанную пищу не ест. Только человек такой херней страдает. И не надо сейчас нести херню про то, что, типа, благодаря огню и благодаря термообработанной параше мы стали такими разумными. Это чушь полнейшая. Дельфины. Они, ну, на втором месте после нас идут по разумности. Они еду не обрабатывали. Они не охотились. Ну, я имею в виду с орудиями. Понятное дело, что они хищники, да, они едят рыбу. Но они не изготавливали орудия, они не строили дома. Они живут в тотальном изобилии. Но при этом их мозг чертовски развит. Поэтому долбоебы, которые мне говорят, что наш мозг развился так, потому что мы были охотниками, мы там коммуникацировались друг с другом, да, на охоте делали орудия. Ну, это бред. Нет взаимосвязи в этом. Наш мозг развился, ну, просто повезло. У дельфинов он развился в условиях тотального изобилия. Им, чтобы поесть, ну, это не сложно. Везде косяки рыб. Ты просто заплываешь, открываешь рот и все. Но при этом они безумно умные. То есть, по сути, ну, есть даже версии, что их мозг с физиологической точки зрения производительней, чем наш. Но просто они не могут реализовать его потенциал. Да, ну, потому что они скованы плавниками. Это вот представь, если тебе сейчас руки отрезать и пришить плавники. Ну, какой из тебя инженер? Что ты сможешь создать, да, вот такой плямбой? Ну, и плюс сама среда водная. Тоже там особо ничего не построишь. Но при этом они пользуются инструментами. Дельфины могут брать в рот всякие палочки, выковыривать каких-то раков из рифов. Они, кстати, наркоманы. Да, вот я же пропагандирую псилоцибиновые грибочки и дельфинчики, они... Есть такая рыба-фугу, ядовитая, и они намеренно колятся ею, чтобы получить этот нейротоксин и кумарнуться. Ну, а ты рыбу именно сырую ешь. Вот прилив сил, вероятнее всего, это следствие как раз витамина D. И, ну, и скорее всего, все. В принципе, я не знаю, что там еще. Ну, и жирные всякие вот эти кислоты. Видишь ли... Еще раз повторюсь. Когда вы только переходите на видовуку, вам надо юзать всякие масла. Хотя я бы не рекомендовал. Лучше, знаете, лучше проростки. Лучше кунжут проращивайте и ешьте. Масла это тоже параша. Почему? Потому что масла давятся из семян непророщенных. И вот эти все лектины оказываются в масле. Поэтому я масла вообще не рекомендую есть. Нужны жиры на этапе перехода, когда вы сыроед. Проращивайте семена. Гречу, кунжут, все. Авокадо тут же можете есть. Если ты больше на солнце зимой будешь бывать с открытой кожей, ты будешь получать витамин D, никаких проблем. Но как зимой, скажем так, про B12, я вроде бы все сказал, что рекомендую его юзать. В любом случае, всем на всякий случай, как бы лишнего не будет. Потому что, опять же, как я уже сказал, из-за всей вот этой химозы в продуктах, у нас микрофлора очень сильно угнетена. Поэтому даже если ты не проходила операции, смотри, даже если тебе, допустим, вырывали зуб и ставили вот это на вокаин, я не уверен насчет него наверняка, но, скорее всего, он также может разрушать вот эту молекулу кобальта, которая в B12, скажем так, в центре и находится. Нет, плодовые растения не умные, они все всасывают с питательными соками всю воду. Вот эти минералы, которые в почве, они растворяются в воде, и любая химоза все это всасывается. Есть же специальные инструменты такие, ты вкалываешь во фрукты, и он тебе показывает содержание этих пестицидов, нитратов и прочего говна. Блин, ребят, я, наверное, не успею сейчас на вопросы ответить, у нас трансляция прервется и надо будет перезайти. Короче, всасывают плоды всю химозу. Только так. Сыроедческие смузи, приготовленные в блендере, ну, из чего они состоят? То есть, как бы, в этом нет ничего плохого. Просто их надо съедать сразу же, потому что ты их металлом перехерачиваешь, и вот эту молекулярную оболочку разрушаешь, и, соответственно, контакт с кислородом происходит гораздо эффективнее. То есть, если ты приготовила смузи, потом оставила, ушла там заниматься своими делами, или ушел, просто панику непонятно, это плохо. Если он будет стоять и контактировать долго с кислородом, витамины будут разрушаться. Если жиры там какие-то содержатся, они будут окисляться и становятся прогорклыми. Кстати, еще одна проблема с семян. Ладно, сейчас уже не успеем, надо, ребят, перезайти, и я отвечу. Так, так, так. Так, все, ребят, давайте, короче, заново сейчас перезайдем. В общем, по поводу оставляния всяких смузи на открытом воздухе не надо. То есть, сделали и сразу потребили. Вот такие дела, потому что там также жиры окисляются. Так вот, по поводу всех вот этих бобовых и прочих всяких парашек, орехи, семена, если это все термообработанное, там вот эти окисленные жиры, это также страшнейший свободный радикал, который ведет к раку и прочим всяким неприятностям. Поэтому все термообработанные орехи, даже если они не термообработанные, а просто лежат на открытом воздухе, допустим, вот как, ну, грецкие бывают, расщелкивают и ложат просто на открытое пространство, это проблема. Потому что жиры окисляются. Вот, может быть, замечали, бывает, льяное масло покупаешь, оно горчит. Либо оливковое берешь, оно тебе прям горло обжигает. Почему так происходит? Потому что там жиры окислились. Там у молекулы жира оторвался, скажем так, один электрон. И когда эта молекула попадает в твой организм, она снова хочет стать полноценной, она хочет себе этот электрон вернуть. И она начинает забирать его у твоих тканей, у твоих клеток, этот электрон. И потом эта клетка становится дефективной. И когда она без этого электрона начинает делиться, да, по сути, она превращается в тот же свободный радикал. Это и ведет как раз к раку. И есть такое явление, как антиоксиданты, да, нам постоянно их рекламируют. Они как раз таки борются вот с этими свободными радикалами, с этими окисляными жирами. Но как бы с ними не надо бороться, их просто не надо жрать. И, кстати, все проростки, кстати, они очень богаты на антиоксиданты. Прям просто креново куча в гречи и в любых всяких других. Хотя, кроме гречи и черного кунжута я ничего не рекомендую. Черный кунжут тоже надо обязательно проращивать сильно. Еще раз, зафиксируйте это. Если бы слабо семя прорастили, хрен с этими лектинами. Еще раз, там будет содержаться фитиновая кислота. И вот, вы, кажется, едите кунжут, да, если посмотрите, там столько микроэлементов, там тебе и кальция, и херово туча, и магния, и цинка, и прочее. Ты такой довольный, думаешь, вот сейчас заправлюсь. Если он слабо пророщен, ты нихуя не получишь. Практически. И еще, ты, ну, когда фитиновая кислота попадет в твой кровоток, ты еще и кальция потеряешь. Вот такие дела. Поэтому проращиваем любую херню максимально сильной. Чем сильнее росточки, тем лучше. Тем больше пользы вы извлекете из семени. Если вы вообще не прорастили, просто замочили орехи, семена, еще какую-нибудь фигню, крупы те же. Но это вообще бред. Помимо этого, если вот вы даже вообще не прорастили, там содержатся ингибиторы, ребят. И ингибиторы оставаться будут даже при прорастании еще как минимум ну полдня точно. А ингибитор это, ну, такая, вот, кстати, я даже говорил про эксперимент с морской свинкой, которому давали цельный овес. Там дело, скорее всего, не только в фитиновой кислоте, а в самом ингибиторе, который вообще не позволял семени перевариваться. Да, то есть ингибитор это та хрень, которая защищает семя еще эффективнее, чем фитиновая кислота. Он не токсичен, но он просто не позволяет перевариваться. Вообще никак. Бактерии не могут сожрать. То есть это полная жопа. Поэтому люди, которые семена не прорастили вообще, либо прорастили слабо, помимо лектинов, помимо фитиновой кислоты, там еще херово куча ингибиторов. Это вообще жопа. Вот такие дела. Поэтому то есть те, кто сыроедет, те, кто поедает всякие крупы, обязательно проращиваем. Салам пополам. Там, кстати, еще по поводу мата был вопросик, да, когда трансляция прервалась. Ну, я эту тему разбирал на предыдущей трансляции подробно. Не вижу смысла даже касаться. У меня есть целый видосик на ютубе, посвященный на эту тему. Чтобы попасть на ютуб, просто заходишь в мой аккаунт, там ссылочка будет на канал. Если вкратце, да, нормально я к мату отношусь. Это просто набор звуков. Да, если тебя как-то это задевает, это твои проблемы. Это просто следствие научения. Вот и все. И корректировать свою модель общения, да, убирать маты ради каких-то долбоебов, которым это не нравится, я не рекомендую. Потому что, пойми, есть человек, которому, допустим, мне нравится мат. Хорошо, ты его убрал. Есть человек, который, допустим, любит Путлера, а я говорю, что Путин пидорас. Да, то есть, опять же, я ему уже не угождаю ему. Есть, допустим, человек религиозный, который верит в Бога, там, в религии и прочую херню, а я говорю, что Бога нет. Да, а ты долбоеб, который веришь в выдуманную хуйню. И так могут ко всему придраться. Кто-то может сказать, а чё они не бриты? Есть такие люди. Поэтому, если нравится, матерись вдоволь на здоровье, как это делаю я. Вот и всё. То есть, если кому-то мат не нравится, это просто следствие научения. И ему может не нравиться множество аспектов. Кому-то может не нравиться моя манера подачи, что я там грубо где-то говорю, либо громко говорю, либо ещё что-то. То есть, придраться можно ко всему, ребят. Вот и всё. Мат – это просто, это как специи в блюде. Это способ, да, передать эмоцию более ярко. Вот, допустим, представь, что перед тобой сидит тупой человек, тупой безумие. Назвать его глупцом, ну, ты не сможешь передать всё отношение, да, к этому человеку. Глупцом можно назвать, например, ну, человека, которого, допустим, там, я не знаю, переходил на видовое питание и где-то накосячил, да, у него мало знаний было, в анатомии обжирался теми же злаками непророщенными, угробил себе все зубы, там, ну, и ещё кучу проблем заработал, да, те же аутоиммунные заболевания там. Суставы у него начали болеть. Такого человека можно назвать глупцом. А как назвать человека, который любит Путлера, либо человека, который сейчас топит за Лукашенко, если кто-то не в курсе, в Беларуси сейчас революция, которая была в Украине. Как назвать человека, который считает Лукашенко хорошим? Только долбоёбом, конченным, уёбком. Ну, не подберёшь других слов. Поэтому маты, они позволяют, ну, выразить эмоции, да, в полной степени. Вот такие дела. Конечно, матом не стоит злоупотреблять. Когда его слишком много, это не очень, скажем так, ну, это, знаете, это из разряда, вот, допустим, когда ты пишешь какой-то текст, и у тебя начинают повторяться слова в этом тексте, это тоже не очень литературно. То есть это, всегда нужно подбирать синонимы. То есть я, когда пишу текста, я всегда стараюсь не повторяться. Если есть какой-то термин, я всегда выдумываюсь синонимом. Это меня так ещё училка по литературе в школе научила. Изумительно. Единственная хорошая училка в школе была. Остальные вообще куски говна. Вот. И я до сих пор помню её совет, поэтому всегда, когда что-то пишу, я всегда стараюсь как-то играть, слог стараюсь сделать более качественным, чтобы легко читалось, чтобы не было усатый таракан. Всё верно. И этот... Ну и синонимы всегда подбираю. Так же и с матом. Если в тексте будет слишком много мата, ну, такое себе. А вот когда его немного, чтобы прям вот подытожить, чтобы как-то... Это знаете, вот как раньше в газетах, если у вас была газета, когда вы, допустим, смотрели какие-то фильмы, раньше так делали фломастером, выделяли тот фильм, который надо посмотреть, там, программа, это, по-моему, так и называлось, типа, что сегодня будет по такому-то каналу. И вот мат, это примерно то же самое. То есть вот когда хочется подытожить, то есть ещё раз объясняю, все бобовые, абсолютно все, соя, рекордсмен по содержанию токсинов, чечевица, фасоль тоже. Есть определённые виды фасоли, ещё раз повторюсь, если вы съедите пару штучек в сыром виде, вы умрёте. Ну, какая же это видовуха? Да не то, что видовуха, это вообще не еда. И так же касается всех пшеничных. То есть это рожь, ячмень. Вот опять же, безусловно, есть нюансы. Вот та же рожь, она как раз-таки намного лучше пшена. Потому что там гораздо меньше этих лектинов раз. И второе, там очень много фитазы. По-моему, в 8 раз больше, чем в пшене. И поэтому, когда рожь вы проращиваете, то вот это количество фитазы, оно фитиновую кислоту очень интенсивно, скажем так, угнетает, убирает её вообще. И в этом плане, допустим, ржаной хлеб, если зерно сперва замочили, потом прорастили, и потом запекли этот хлеб, гораздо лучше, чем хлеб из пшена. И хлеб из пшена, который, скажем так, без кожуры, без оболочки, который, знаете, ну, белый, да, такой чистый из крахмала, он не полезный, но он гораздо менее вредный. А хлеб, который с кожурой, из цельномолотого зерна, это жопа, ребят. Там столько, блядь, этой фитиновой кислоты, ну, это вообще, это ненормально, это не еда. Вот такие дела. И об этом никто не говорит. Очень мало информации. Потому что, долбоебам в белых халатах выгодно, чтобы вы болели. Вот у вас вроде бы убрали мясо, да, вы вроде бы веган, вот вы все, снизили вероятность всяких инфарктов, инсультов, вы убрали молоко, также аутоиммунные заболевания снизили, те же инфаркты, инсульты, раки всякие, все это убрали. Ну, вы пьете овсяное молоко, которое давит из непроросшего овца, там, хреново, куча лектинов. И поэтому все эти овсяное молочко и прочее дерьмище может вызывать аллергическую реакцию, так же, как и арахис. У людей, у которых очень высокая, где прям куча дырок в этом кишечнике. Кстати, еще одна из причин, откуда возникают вот эти вот дырки, скажем так, в кишечнике, это, не знаю, почему этот механизм так работает, это факт. Все обезболивающие и бупрофен и все аналоги. Вот все, вот не вздумайте, блять, пить обезболивающий. Я всегда отказывался, когда я попал в аварию, когда у меня была сломана кость. Я еще тогда об этом не знал. Я не знал, что это вредит кишечнику, но я знал, что это вредно. Поэтому всегда отказывался от всех обезболивающих. Хотя и было больно. Сейчас вот я узнал, что и бупрофен, все вот эти аналоги, любая хуйня, которая вас как-то обезболивает, по какой-то причине травмирует ткань кишечника. У вас появляется эта высокая проницаемость. И потом вы начинаете жрать помидоры, болгарский перец, острый перец, неважно, все посленовые, баклажаны. Хотя баклажаны на среде день никто не ест, это вообще параша. Но крупы всякие, слабо пророщенные, либо вареные и прочую фигню, колоссальное количество лектинов начинает попадать в ваш организм. И у вас запускаются вот эти вот проблемы с суставами и любые другие аутоиммунные заболевания. Еще в этой книжке говорилось о том, что из-за лектинов мы почему-то начинаем жиреть. Я не до конца понял этот механизм, но там тоже как-то это завязано на инсулине, будто бы лектин приклеивается к клетке. Как я уже сказал, оно остается в нашем организме. Коровы и рыбы, которые жрут корм, кукурузу, сою и прочее дерьмо, накапливают в своих тканях лектины. Мы тоже их накапливаем. И вот этот лектин, он как-то приклеивается к нашей клетке. В итоге она то ли наоборот сильно восприимчивая к инсулину становится, то ли наоборот нет. И в итоге вот это как-то связано с тем, что у нас начинает вот расти жировая ткань. Я до этого считал, что жировая ткань – это токсины. И на самом деле по сей день так считаю. Потому что в книге там неубедительное было объяснение. Надо этот вопрос как бы дальше изучать. Хотя и допускаю вероятность того, что я ошибался. Как я не знаю. В общем, я продолжаю до сих пор развиваться во всей этой области. Потому что нет пределов совершенства. Всегда узнаешь что-то новое. Всегда можно до чего-то докопаться. У нас сегодня вся трансляция посвящена этому. Правда, посленовые ядовиты. Там лектины, которые разрушают эпители твоего кишечника. Они угнетают твой микробиом. Затем эти лектины попадают в твой кровоток. Иммунная система начинает их хреначить. И вместе с ним атакуют ткани твоего организма. Помимо этого, в посленовых есть такой токсин солонин. Он также парализует нервную систему. Более того, если у тебя чистый организм, я это чувствую. Когда я ем помидоры, когда ем болгарские перцы в большом количестве, я чувствую этот солонин. Как это проявляется, в Википедии написано, что это ведет к мышечным спазмам. И наевшись помидор, я могу лежать, а у меня мышцы начинают сокращаться. Либо ляжка дергается, либо на ноге. Плюс тупыняк дикий. Ну, то есть, это нейротоксин. Вот, допустим, как чеснок. Никто же не отрицает то, что чеснок токсичен. Допустим, он даже запрещен в меню авиапилотов. Потому что это довольно сильный нейротоксин. В помидорах также он содержится. И это дает сильную нагрузку на выделительные системы. Печень травмирует и так далее. Поэтому, да, помидорки, это как бы не полезная тема. Сейчас я телефон, ребят, поставлю на зарядку. То есть, я давно об этом знал. Но поскольку я любитель помидорок, я все равно их ел. Сейчас, когда я глубже эту тему изучил, я убрал посленовые. Не знаю, насколько меня хватит, но пока все, никакого перца, никаких помидор. Чем глубже понимание какой-то проблемы, тем выше вероятность ее решить. Вот, допустим, люди, которые курят. Вот спроси у любого куряги. Любой куряга тебе скажет, что курение вредно. А потом ты спросишь, почему. Ну, он тебе скажет, ну, это крак уведет. У него нет глубинного понимания, что происходит на биохимическом уровне, когда он дыхает дым. Поэтому он продолжает курить. Так и я. Я знал, что помидоры вредные. Но у меня не было глубины понимания. Сейчас я начитался. У меня, скажем так, картина стала более такой масштабной в этом вопросе. И теперь, да, все. Я вот сегодня пошел на рынок, я купил огурцы, я купил цветную капусту, купил зелень всякую. А помидоры я не стал брать. Хотя хотелось. Они очень офигенно выглядят. Их там много. Они дешевые, они домашние. Но ты не берешь. Потому что, понимаешь, это бьет по тебе. У меня был момент. Еще давненько. Я на определенный промежуток времени отказывался от помидор. Моя энергетика значительно взвинчивалась. Чем чище организм, тем лучше ты чувствуешь эти контрасты. То есть, не сказать, что от помидор прям было плохо. Но убрав их, ты стал бодрее. И мозг начинает лучше думать. То есть, контрасты ощущались. Вот, люди понимают. Я не один такой. Многие это замечают, что объевшись помидорками, ты ловишь тупняк, ты ловишь слабость. Такого эффекта не будет, если ты съешь яблоки. Или арбуз. Или дыню. А от помидоров есть. Потому что солонин. Да, я постоянно кушал помидоры. Сейчас вот я их начинаю убирать. У нас от большого количества съеденного арбуза это норма. Да, я помидорки обожаю. Особенно домашние. Блин, вообще кайф. Так, насчет этого, бля, сбился смысл. Насчет арбуза. Смотри, там много воды. Это раз. Второе, там много фруктозы, которая дает сумасшедший энергетический буст. Твоему организму. И поэтому, когда у тебя тело еще засранное, когда у тебя на эпителии кишечника куча старого засохшего говна и прочих всяких неприятностей, съедая арбуз, естественно, твой организм запускает процесс детоксикации. Поэтому на этапе перехода с арбуза, как правило, крутит живот. И потом ты еще дрищешь. Потом же, когда твой кишечник очистится, такого не будет. То есть сейчас я могу в одного сожрать огроменный арбуз, у него там, ну, в коридоре валяется. Могу огроменный арбуз захавать и вообще, короче, ну, комфортно будет. Ничего не будет. На этапе же перехода, когда я арбузы ел, мне прям очень дискомфортно было. Вот прям под печенью, где вот так в районе аппендицита прям очень так крутило, иногда даже побаливало. Потом тут же идешь на толчок, если там демоны выходят. Вот. Это было на этапе перехода. Я не могу сказать, наверняка, с чем это связано. Я много вариаций перебирал. Либо химоза, либо количество фруктозы, да, стимулирует перестальтику кишечника сокращаться. Ну, это вообще, я где-то это вычитал, я не вижу в этом логике, хрень полнейшая. И самое такое адекватное, адекватное объяснение, это грязный кишечник. Когда, поймите, вот когда вы жрете всякое дерьмо, плавленый сыр, халва, ириски, мармелад, хлеб обычный, любая липкая параша, она засирает ваш кишечник, она заклеивает весь эпителий. И потом, при переходе на видовое, да, поэтому-то я рекомендую, есть салатики, есть клетчатку, потому что это все, как щетка будет идти, и сошкрябывает все это говно, прочищать ваши эпителии. Вот, есть люди, которые жрут всякую парашу, жрут мясо, пьют молоко, жрут булки, остаются худыми. Одна из основных причин, это засранный кишечник. Ну, ничего в организм, по факту, не попадает. Как это так? Так можно столько жрать, и оставаться худым, потому что весь эпителий засран. У меня есть видосик на ютубе, где там в жопу залазят, да, с этим колоноскопией, и снимают, и там прям видно, такую желтую слизь на эпителии кишечника. Это вот оно и есть. Когда ты жрешь всякую фигню, и потом, когда ты начинаешь поедать арбузы, все это очищается. Есть еще такое заболевание, как каловые камни. Когда вы едите хлеб, либо еще что-то там липкое, и риски, жвачку проглотили, да все что угодно. Рис тот же, это тоже липкий крахмал, картошка. Вот вы же знаете, что, допустим, на хлеб можно рыбачить. Это же пластилин. Из хлеба четкие делают на зоне, и потом он становится каменным. Когда вы хлеб поедаете, это дерьмище может приклеиться на стенку вашего кишечника, потом, за счет обезвоженности, оно высыхает и становится каменным. Вот вам каловые камни, непроходимость кишечника, постоянные запоры. И делают даже операцию, приходится вскрывать и вытаскивать этот камень, чтобы по-другому от него не избавиться. он как пластилин приклеился, и все, там и остался. Вот такие дела. Вот смотри, еще раз повторюсь, если у тебя здоровый кишечник, твой барьер лектины не пропустит. То есть, с точки зрения пагубности от лектинов в помидорах, ты защищен, ты можешь не париться. То есть, аутоиммунных проблем это не вызовет. Но в помидорах солонин, он попадет в твой кровоток. Это токсин. То есть, не настолько критично. Поймите, что многие фрукты на самом деле токсичны. Любой плод промышленный, да, ты берешь химозу. Понятное дело, что они разнятся, надо еще уметь производителей выбирать. И я, кстати, умею это делать, да, методом проб и ошибок. Китайское говно я уж давно не покупаю. Хотя и казахстанское тоже бывает тем еще говнищем. В общем, то есть, там тоже есть химоза и тоже попадает в твой организм, можно словить тупняк. Вот элементарный пример. Это было где-то года три назад. Я купил себе дешевые сливы на рынке. Я еще удивился, почему так дешево. Вообще копейки стоили. Ну, то есть, они, наверное, были в три раза дешевле, чем средняя температура, да, скажем так, по рынку. И я накупил до хера. Пришел домой, помыл их, обожрался. Блядь, мне так херово было, ребят. Я дико обезвожился, тупняк дикий словил, меня сразу в сон потянуло, а когда я проснулся, у меня вся постель была мокрая. Я настолько дико пропотел, то есть, мой организм старался избавиться от всей этой химии. Я просто просыпаюсь, ну, в лужу, у меня до безумия мокрая кровать, я весь обезвоженный, у меня же глаза болят, настолько они сухие. Я потом, на следующий день прихожу у продавщицы, спрашиваю, а что за сливы вообще, чьи они? Китайские? И вот такие вот дешевые. Ну, то есть, все-таки фрукты, фруктом рози. Но человек с засранным организмом, вероятнее всего, эти контрасты бы не почувствовал, потому что чем чище твой организм, тем ниже у него толерантность к различного рода токсичной параши. И когда ты какое-то говнецо съедаешь, он сразу же от него избавляется. Поэтому чем чище организм, тем, скажем так, становишься лакмусовой бумажкой. С точки зрения, что полезно, что вредно. Вот такие дела. Поэтому, когда вот такие вот, как Кутны, Ева, вот, едят дуриан и говорят, что им нормально, ну, у меня большие сомнения, да, скажем так, создаются в том плане, что они фруктоеды. Фруктоеды. Да как так, если вы годами на фруктах, если ваш организм, ну, должен же быть чистым, как вы не ощущаете пагубность от дуриана? Это пиздец. Там цианистый водород содержится, синильная кислота, иначе говорят, цианид. Если кто-то не знал, допустим, если сожрать где-то около 20-30 яблочных семечек, раскусив их, перемолов, можно сдохнуть. Кто-нибудь знал об этом? Там дохера цианида. Потому что, еще раз, все семена, все зернышки, они, семечки, все защищаются, чтобы их не сожрал какой-нибудь вредитель. Поэтому в них так много токсинов. Фасоль, боб, любая пшеница, это все зерно. И поэтому в них колоссальное количество всяких ядов. То есть, я даже вам сейчас назвал по сути всего три штуки. А ведь есть те, о которых я не знаю, о которых еще медицинская индустрия не знает. потому что те же лектины были открыты ну не так давно. Информация об этом появляется за последние несколько лет. Никто об этом не говорил в 2010-2008 году. Этого не было. Фитиновая кислота точно так же это за последние пять лет. А представьте, сколько еще всякого дерьмища содержится там. Ну то есть, говорю, это такой, это продукт с точки зрения экономии. Можно гречу проращивать, сильно проращивать и ферментировать. Все, замечательно, никаких проблем с ней не будет. Но в идеале все-таки питаться плодами и плодами домашними. Вот сейчас у вас есть возможность весь август и весь сентябрь вот вы просто заходите на доску объявлений и покупаете у бабульки сразу 20 килограмм помидор. Сейчас в августе они намного дороже магазинных будут. Ну вот предположим, что магазинные стоят, допустим, 200 рублей. А у нее будет, допустим, ну 280. Так я еще раз посмотрю, ценность домашнего плода, она ну несоизмеримо выше. Это вообще никак нельзя сравнить. С точки зрения пользы для твоего организма. Я просто стараюсь донести до идеала. То есть пытаюсь объяснить людям, да, откуда возникают проблемы. Потому что очень много же негатива, да, в отношении растительного питания. Потому что люди не шарят. Вот они переходят, начинают жрать эти крупы. Слабо пророчные. Орехи просто замочили и едят. А потом у них с печенью проблемы. Там куча окисленных жиров. Потом Джобс тот же, да, там отъезжает. И все говорят, вот, блядь, ты за фрукты и денег в телном не был. Жрал крупы. То есть это, ну, надо знать. Я ж не говорю, фрукты-то, домашние фрукты, экологически чистые. Либо даже если с агрохолдинга, надо просто выбирать максимально качественный. Когда твой организм чист, как у меня, я чувствую, где много химозы, а где мало. Да, я не могу определить, сколько там микроэлементов. Но, по крайней мере, я знаю, насколько он токсичен. И с этой точки зрения я даже зимой выбираю хорошие плоды. У нас зимой, кстати, сейчас вот аграрный сектор на постсовке, он очень хорошо развивается. Года три назад такого не было. Года три назад, блядь, вот, ребят, вы не представляете, года три назад зимнее фруктоедение в моем городе было, ну, капец каким спартанским. Вообще полная жопа. Потому что помидоры были, вот, знаете, вот эти вот такие стеклянные, безвкусные вообще. И я, собственно, обходился без помидоров. Сейчас же у меня зимой штук пять производителей. И все охерительные, ребят. Несколько казахстанских, несколько узбекских, несколько туркменинстанских. И они все хорошие. Они все вкусные. В них мало химозы. От них практически не херово. То есть, так или иначе, сейчас фруктоедить, да, питаться плодами на постсовке, даже зимой, даже в моем ебучем мухосранске намного легче, чем это было три года назад. Там реально ужас. Я помню, осенью ел тут только хурму. Но там надо уметь выбирать максимально спелую. Вот. Если хурма будет не спелая, ладно, это отдельная тема, ребят. Там много дубильных веществ. То есть, тоже никакой пользы не получите. Ничего не всосется, потому что дубильные вещества. Да, хурма, почему рот вяжет? Из-за дубильных веществ. И такой же эффект происходит в кишечнике. А то кровь от кишечника происходит, через эпителий ни хрена не всасывается. И, по сути, ну, можно есть хурму, а ты как будто голодаешь. Еще одна причина проблем со здоровьем на рядовом питании. Поймите, что вот сейчас летом любые ягоды, которые вы сами собрали, которые у бабуля купили, всякие черешни, абрикосы, да, если вы там в Крыму где-то живете, это же там все произрастает. Всякие, да, помидоры можете хавать, не столь критично. Просто говорю, смотрите по своим ощущениям. Если себя плохо начинаете чувствовать, если побаливают суставы, убирайте. Плюс огурцы, всякие, говорю, крестоцветные можете хавать, салатики можете мутить. Я не знаю, что там еще продают. Ну, все зависит от региона. Да, понятное дело, что в какой-нибудь там Краснодаре там изобилие с точки зрения фруктов получше. Там, люди у меня в чатике есть, да, там с Украины скидывают фотки, у них там персики растут, черешня, у меня такого нету. У меня ебучие степи голые. Какой дистиллятор посоветовать? Напиши мне в личку после эфира я тебе скину модель своего дистиллятора. За него я прям отвечаю. Охерительная фирма, но дорогая. Один дистиллятор стоит 250 баксов. У меня их два. Так что, надо оно тебе или нет, смотри сам. Ну, качество охерительное, вода охерительная, работает уже третий год, наверное, если не больше. Да хера, короче, уже. Никаких проблем вообще с ними. Вот такие дела. Так, ну все, ребят, я думаю, можно завершать, если вопросиков никаких не осталось. Позже я еще то, что сегодня изложил, постараюсь в текстовом формате описать. И потом, если кто еще не в моем чатике, вступайте в чатик, как на него выйти. Зайдите на YouTube канал, любое видео открываете, и описание под видосом. Там будет ссылка на чатик. Я вот не знаю, что в казахе абрикосов до хера. Ну, по крайней мере, вот у меня в частном секторе их нету. Может, на юге произрастают? Может быть. Но я еще раз повторюсь, я сейчас вообще ничего не покупаю на рынке из промышленного. То есть, у продавцов я ничего не беру. Я беру только у бабулек, либо вот на досках объявлений, так же прям еду в деревню, и там набираю прям, ну, набирал, по крайней мере, помидоры, ведрами, огурцы, все домашнее, зелень всякую. Все вот это богатое микроэлементами, без химозы. И чувствуешь себя просто охерительно. Потому что с промышленной фигней все равно химка чувствуется, небольшой тупничок, сонливость, обезвоженность и так далее. После домашних плодов, блин, такого нет. Мне не верится, что в Москве нету частного сектора, ребят. Ну, что, серьезно? Вот напишите на Авито, домашние помидоры, домашние огурцы, малина, клубника, ежевика, я не знаю, черника, черешня, что там еще может произрастать, да, все что угодно. Залью на ютубчик. Ну, я, в принципе, не устал, ребят, да, я уже сколько, считай, не вещал, у меня прям это прорвало сейчас. Так что, если есть какие-то вопросики, можете задавать? Можете на какие-нибудь отстраненные темы? Я могу еще хоть, хоть целый час пиздец. Нашел. Ага, сейчас, секунду. Короче, вот еще один... Блядь, сейчас, секунду. Это то ли гербицид, то ли какой-то... То ли еще один лектин. Да, рецин. Вот сегодня речь шла про лектины. Есть глютен, который в пшенице, и он вызывает кучу проблем аутоиммунных и прочее. Опять же, говорят, типа, если у вас есть аллергия на глютен, еще раз, она у любого появится, если вы будете юзать обезболивающие препараты. И бупрофен и прочее аналоговое говно. Еще этому способствует химоза, которая обрабатывает поля. Я забыл, как она называется. И вот из этого дерьмища потом будет проницаемость кишечника, и глютен будет наносить серьезный ущерб любому человеку. Так вот, помимо глютена есть рецин. Тоже лектин, который содержится практически во многих бабах. В фасоли он точно есть. Это яд, ребята. Из рецина делают яд, чтобы убивать людей. Вы можете себе представить? Берут фасоль, делают экстракт вот этого рецина. И раньше, вот как сейчас, да, Путлер убивает же там всех этим новичком. Раньше рецином убивали. Цианид. Так же, да, многие из вас знают, что во вторую мировую люди носили между зубов специальную такую колбочку маленькую с цианидом, чтобы, если ты в плен попал, раскусить ее и сдохнуть. Так вот, цианид, скажем так, его производная в виде синильной кислоты, которая при взаимодействии с нашими ферментами становится цианидом, содержится в дуриане. Поэтому от него людям с чистым организмом так и херово. Были случаи, когда люди хавали дуриан вместе с алкоголем и дохли. Потому что при контакте с алкоголем вот эта синильная кислота, она еще интенсивнее выбрасывается во внешнюю среду и становится цианидом. То есть, химический процесс, он протекает более так агрессивно и ярко. Что за фруткэмп в СПБ? Я поехал, блядь, у меня сейчас финансовые проблемы. Я пока из своего Мухосранска никогда не могу выбраться. Так будет возможность, я бы с удовольствием. Я не изучал. Вот насчет растительного витамина В12. Видишь, мало исследований на эту тему. Говорят, что витамин В12 есть в водорослях. Но, по-моему, это не тот В12. Там какая-то другая форма. То есть, он потом должен преобразоваться нашим телом в метилкобаламин. То есть, там не метилкобаламин, там какая-то другая херня. Это как с цианокобаламином. Есть дешевая форма В12, цианокобаламин. Ни в коем случае ее не берите. Это синтетическая параша, которая ни хрена не работает. Безусловно, в анализах она поднимет содержание В12 в вашей крови, но она не будет взаимодействовать с вашим телом. Это херня полная. Поэтому, если В12 юзаем, только форма метилкобаламин. Вот она действительно будет работать и взаимодействовать. Потому что ее как раз-таки ваша печень не продуцирует. Ой, мне не интересен ни Кутны, ни его аудитория. То есть, там все какие-то благостные шизотерики, много даунов. Я помню, какой-то комментарий там Кутны писал. Что-то про политику он написал, что типа не надо ей интересовать. А я написал, что надо. И те, кто не интересуется, долбоебы. Там столько в комментах дегенератов повылазило. Что-то, я не помню, что же он написал. Про то, что люди, которые думают, что коронавирус, типа это заговор, что они долбоебы, ну что-то такое. Насчет коронавируса, да, у меня также есть лекция, хотя мне ее YouTube забанил. Она есть в Telegram-канале. Также можете в Telegram-канал зайти и там написать коронавирус. И там видосик будет залитый. Вот так YouTube борется, да. Обратите внимание, что YouTube не банит видосы про плоскую землю. Он не банит видосы на религиозную тему, на любую, да, хуйню там, про экстрасенсов не банит. Про, там, я не знаю, ну вот, именно вот эту тему он банит, да, это повод задуматься. Столько бреда там, причем именно бреда прямо такого нефункционального, который реально вредит обществу. Потому что тот же ислам, да, он же побуждает людей убивать. Почему это говно везде не банят и не искореняют и не запрещают, как это сделали в Японии? Что-то этим YouTube не занимается, ему насрать, да, что там женщин камнями побивают и за людей не считают. Ну, почему-то про коронавирус информация банится. И, кстати, приготовьтесь, вот этой осенью опять сейчас будет пиздец, опять карантин, и все будет гораздо жестче, сильнее, и обязательно, скорее всего, на постсовке будет обязательно вакцинация. Я ни в коем случае не рекомендую ни вам вакцинироваться, ни вашим детям. Также я закидывал документальный фильм в свой телеграм-канал плюс ВКонтакте на Фейсбуке, он у меня есть, про вакцины. Он был профинансирован этим Робертом Де Ниро, и там как раз-таки приведены исследования, показывается статистика и прочее про то, как, во-первых, вот эти пидорасы в белых халатах пиздят, а второе, то, что вот эти прививки ведут, по-моему, в одном из десяти случаев к, как же это называется, к аутизму. Да, вот такие вот дела. И по той статистике прогресса, да, скажем так, увеличений аутизма у детей, если она будет продолжаться, по-моему, через 10 лет 50% детей на планете станут аутистами. А представьте, как удобно управлять аутистами. Да, из этих долбоебов уже никто не станет против правительства что-то говорить. Возможно, это незапланированная акция. Возможно, просто врачам насрать. Да, они зарабатывают бабки на вакцинах. Они вот сделали некачественный продукт. Может быть, тут и нет никакого заговора. Просто некачественный продукт и все. А им похуй. Ну, насрать на вас. Капиталисту нужны только деньги. И, собственно, поэтому они не запариваются. Возможно, тут нет никакого заговора. Как я уже сказал, плоды многие. Те же китайцы, они же говно выращивают. В Казахстане тоже под Алматой до этого такое дельмище выращивали. Ужас. Ну, по технологии китайской. Очень нахимиченное все было. Очень невкусное. Почему? Просто бабки им нужны. и все. А вот это, то, что невкусное, да, оно очень легко растет. Это все ГМОшное. Кстати, по поводу ГМО понятно я объяснил? Еще раз повторюсь, он не оказывает влияние на ваш геном. Просто растение ГМО, в нем спродуцированы определенные яды. Вот по типу рицина, по типу этого, блядь. Ну, вот других лектинов всяких. Чтобы защититься от насекомых и от бактерий. Но эта херня, она и вас убивает. Поймите, что все, что убивает бактерий, все, что убивает насекомых, наносит ущерпы вам. Поскольку вы более сложная структура, у вас более мощная печень, вы и справляетесь с этим. Но это наносит ущерб. Да, вот я думаю, многие слышали про то, что капля никотина убивает лошадь. Это так. Вам тоже будет херово, но вы не умрете. Да, вас там поблюете, потошнит, вас башка поболит. Ну, вы переживете. Наша печень, она многократно мощнее, чем у всех других животных. Почему так? Ну, на мой взгляд, потому что долгие тысячелетия, да, мы были падальщиками. Мы жрали всякое говно, там, я не знаю, ядовитые грибы, дохлую падаль, за хищниками подъедали. То, что нам говорят, что мы были охотниками, это очень сомнительно. Потом, в будущем, да, уже в средневековье, конечно. Но тогда, когда мы еще были такими полуобезьянами, ну, я сомневаюсь, что мы там охотились на мамонтов и на прочих всяких хищников. Скорее всего, мы просто доедали трупы. Допустим, саблезубый тигр кого-то убил, а мы его отгоняли. Вероятнее всего, это так работает. Хотя я не уверен, саблезубый тигр, он жил вообще с нами одновременно, нет? Скорее всего, жил, да. Вот. И мы их, скорее всего, отгоняли огнем либо там палками и поедали просто эту трупятинку. Поэтому наша печень, она очень устойчива с эволюционной точки зрения к различного рода ядам. И мы можем очень долго и тот же алкоголь потреблять и выдерживать все это. Но со временем, сами знаете, цирроз и прочие неприятности. Кстати, цирроз это не только следствие алкоголя, ребят. Будете жрать мясо, будете жрать животный жир, те же лектины, вы также можете заработать себе цирроз. Абсолютно спокойно и легко. Так, Дробышевский в одном видео говорит, что человеческая челюсть уменьшилась в ходе эволюции, поскольку люди начали кушать мясо, которое, он говорит, гораздо легче жевать, чем фрукты. Ну, я не уверен. Допустим, малина, она очень мягкая. Клубника тоже. Ну, видишь, фрукты, фруктом розень. Яблоко, да, надо запариться. Но большинство очень мягкое. Манго, когда оно спелое, он тает просто. В руке сожми и все потечет. Апельсинки всякие, мандаринки, все это чистится, все это, это практически водянистая структура очень мягкая. Поэтому Дробышевский, видишь, он очень однобоко мыслит. Он прекрасный, скажем так, исследователь и прочее, но, видишь, не бывает идеальных людей. Поэтому даже те книги, список, которые в ближайшее время опубликую. Я почему хочу сделать рецензию перед публикацией? Там куча говна. Там примерно, вот есть в книжке, допустим, 70% полезного, а 30%, где чувака, его область знаний, она заводит не туда. И он делает неправильные выводы. То есть, чтобы выводы были максимально компетентными, тебе нужна масштабная картина мира. Вот я же, вот допустим, сейчас пример с дельфинами объяснил, что такой аргумент, как то, что мы начали охотиться, и поэтому мы такие разумные, он несостоятелен. Потому что дельфины живут в изобилии, и у них охуенный мозг. То же самое с орангутанами. Ну да? А тигр или лев, которые охотятся, причем львы охотятся бандой, им нужно кооперироваться, им нужно сообщаться с друг другом, что-то у них мозг не развит. Да? Почему травоядный орангутан намного умнее, чем тигр, который типа, хищники должны жертву загонять. Понимаешь, да? Несостоятельность этой хуйни. По иным принципам развивается интеллект. Не потому, что там кто-то охотится, а кто-то нет. Так же и с этой челюстью. Безусловно, наша челюсть уменьшалась, вероятнее всего, потому что мы стали термообрабатывать всякую фигню. Хотя, знаешь ли, у некоторых обезьян челюсть еще меньше. То есть, зачастую эволюция, она происходит не всегда по какой-то причине. Иногда это просто случайности. И вот, допустим, причина, по которой у нас зуб мудрости плохо вырастает, да, из-за того, что наша челюсть отодвинулась сюда-назад, это не только эволюционная причина. То есть, опять же, я скину книжку, там чувак как раз-таки изучал разные племена, и люди, которые испытывали дефицит витамина D раз, и второе, жрали крупы, а из-за этого еще испытывали дефицит микроэлементов, у них очень узкая челюсть. И из-за этого зубной ряд не лазит. А люди, которые ферментировали крупы, жрали морепродукты и находились под солнцем, у них очень широкая челюсть и зубной ряд очень качественный. То есть, вот есть люди, которым нужны брекеты. Почему? Потому что они говно жрали. Их мамаша жрала говно, и они тоже. И у них не хватало микроэлементов на нормальное построение костной ткани. И зубной ряд очень узкий. Из-за этого все зубы, блядь, кривые, лезут, куда попало. И, ну, то есть, вот в этом причина. Даже не генетика. И если бы вот ты родился в том племени, у тебя зубы мудрости, нормально бы проклюнулись и не мешали бы тебе. Вот такие вот дела. У меня они проклюнулись нормально, но я, блядь, щеку постоянно здесь прикусывал. Что здесь, что здесь, пиздец, как больно. Вот реально сидишь, ешь, я не знаю, ну, каждый день один раз прикусишь и охреневаешь потом, аж глаза, блядь, закатываются. Вот поэтому, собственно, я их и удалил. Ну, и плюс у меня там десна еще была деформирована, и из-за этого там аж рачка забивалась туда постоянно, и это могло к кариесу как бы привести. То есть, тоже как бы нехорошо. То есть, у меня уже там, ну, были такие признаки, да, не кариес, а как это называется, зубной камень, короче, уже там, из-за этой фигни. То есть, если бы дальше это продолжалось, то был бы кариес. Вот такие вот дела. Ну, смотри, Дробышевский, Дробышевский так заблуждается просто потому, что он же не изучал тематику видового питания. То есть, он в одной узкой области. Например, я вот неплохо разбираюсь в питании, неплохо в политике, неплохо в истории, но я ничего не знаю в технологиях. Я не знаю, чем отличается переменный ток от постоянного. Я вот не так давно только узнал, как работает процессор в телефоне, как все это визуализируется, да, посредством чего. Ну, то есть, я вообще не понимал устройства телефона. Сейчас разобрался, что это просто электрические импульсы посылаются в процессор, где стоят трансформаторы, где один пропускает электричество, а другой не пропускает. И вот который пропускает, это единичка, а который не пропускает, это нолик. И вследствие вот этого кода, да, где 1-0-0-0-1-0-0-0, продуцируются как раз такие пиксели, звук и прочее. То есть, представьте, насколько наш вид, ну, реально фиеличный. Вот многие долбоебы, которые думают, что люди не могли построить пирамиды, вы совсем ебнутые. Вы попробуйте разобраться в устройстве смартфона, как он работает и как люди к этому пришли. Создавали все эти, мало того, что технологию создавали, плюс сам вот этот язык кодовый, который из нулей единиц состоит, каждому пикселю присвоен, каждому звуку, да, с ума сойти. И все это передается по воздуху, да, тот же Wi-Fi. Я, кстати, до сих пор не понимаю, как Wi-Fi работает. Да, это какие-то волны и так далее, но глубины понимания нет. Как можно картинку и все это, ну, такое количество информации, каждый пиксель передать по воздуху? Да еще так быстро. Это поразительно. И какие-то долбоебы говорят, что люди не могли камни на камни поставить, вы еще совсем ебнутые. И они еще думают, что типа это делали инопланетяне. Ага, настолько развитая цивилизация. Еще раз, вы только вдумайтесь, устройство процессора нашего телефона это безумно сложная вещь. А теперь цивилизация, которая смогла покорить космическое пространство, там сумасшедшие расстояния, прилететь к нам. Вы поймите, что если к нам инопланетная жизнь прилетит, это о чем говорит? Что они способны еду и воду синтезировать из воздуха. Либо она им не нужна, либо они научились это делать из воздуха. Потому что если бы они брали с собой запасы, это каких размеров корабль должен быть, чтобы столько воды запасти, столько еды запасти. Это значит, что как-то они синтетически уже продуцируют, создают из самих атомов все, что им надо. И вот такая цивилизация прилетает на нашу планету и камушек на камушек ложит. Ну то есть, понятно, да, абсурдность всего этого бреда. Им как бы делать больше нехуй, да? Камень на камень положить. Таким развитым людям, они даже общаться бы с нами не стали, мы для них просто как черви. Вы с червяками или с муравьями разговариваете? Так и тут, если какая-то цивилизация умудрится до нас добраться, мы для нее мусор. Мы просто такие же животные. Какой-нибудь долбоек подвяжет. Ой, там моя мама вчера, там не знаю, купила себе машину. Или мой там ребеночек пошел в школу. Да иди нахуй, им это вообще неинтересно, это бредятина. Для них даже наши ученые, те, кто создают телескопы и отправляют их в космос, по типу Хаббла, которые запускают ракеты, даже они для них будут, ну, примитив, тотальный. Вы же не общаетесь с макаками. Я вам на Бали был, о чем с ними разговаривать? Так вот и у них так же никакого контакта не будет. Они не станут с нами разговаривать. У меня так же есть видос по поводу ковида. Я считаю, это профанацией, никакого ковида нет. Людям, которым ставят диагноз ковид, это обычная детоксикация. Ставят ковид, ну, потому что долбоебы. Поймите, сам вирус, возможно, и существует. Но, мне кажется, с нашим телом он не взаимодействует. Потому что, допустим, та же гнойная ангина, это следствие детоксикации, когда говнище из твоего тела выходит. Но если ты пойдешь к врачу, тебе скажут, что у тебя стафилококковая инфекция. Либо тебе скажут, что у тебя фаренгит. Да все что угодно. Любую хуйню назовут, да, и анализ возьмут в мазок, у тебя там будет золотистый стафилококк. Да он и так у тебя есть. У тебя и так во рту, у тебя десятки бактерий. И что из золотистого стафилококка тоже там тусуется. Поэтому, ну, это обредятельно. То есть это просто детоксикация. Когда у тебя чистый организм, ты не можешь ни простыть, ни уж тем более там короны заболеть, да, ангины и прочая всякая фигня. Это просто все процесс детоксикации. Я также это подробно объяснял на предыдущих лекциях. Если вы только смотрите меня в первый раз, вы зайдите на YouTube. Там много лекций на эту тему. Я там объяснял, что такое простуда и прочая фигня. И посредством вот этого информационного базиса, да, моего личного опыта, знаний, как я только перешел на видовуху, никаких простуд, никаких ангин. Да, я зимой, у меня здесь, ну, климат как в Сибири. То есть у меня зимой под минус 40. За всю зиму я ни разу куртку не одел. Да, те, кто смотрят мои сторисы, зимой смотрели, видели, что я постоянно ходил в футболку и кофта на распашку. На улице минус 30, минус 20, у меня просто футболка, открытая пузо и продувает насквозь. Я вот так гулял спокойно. Причем гулял часами. Никогда не заболевал, никогда не простывал, ничего такого. Потому что, еще раз повторюсь, все это следствие выведения говна из организма. Долго объяснять почему, да, и не люблю я повторяться. Еще раз повторюсь, у меня там видосики и лекции, все это есть на канале. Чтобы попасть на канал, заходите в мой профиль, и там будет ссылочка на это. Все. Не совсем понял. Мы не знаем, какие тогда были плоды. Это, к слову, о чем? О том, что мы не знаем, были ли тогда плоды твердыми либо мягкими? Ну, это да. Мы не знаем, какими они были. Ну, я просто к чему веду? То, что наши предки жрали мясо, это правда, это так, да. И когда Фролов говорит, что этого не было, он долбоек. Он просто, да, выдает желаемое за действительное. Ели. Были падальщиками. Потом действительно начали охотиться. У них были копья и так далее. Но смотрите. Во Вторую мировую люди ели собак, кошек, людей. Они ели кожаные сапоги, кожаные ремни. Они ели древесную кору. Они мох варили и ели. И теперь встает вопрос, стоит ли это делать сейчас? Вы понимаете, что... Поймите, что из мха можно извлечь глюкозу. То есть взять, отварить мох, выпить этот отвар и сожрать эту зелень. Ты получишь энергию. Ты получишь сахара. Ты не сдохнешь от голоду. Также и древесную кору. Не всю, конечно, есть определенный слой. Между вот этой жесткой и между самой древесиной есть такой мягкий слой, который можно отварить ножичком. Также отварить и сожрать. Ты получишь сахара. Но это выживательный тип питания в критичных условиях. Вы в критичных условиях, вы человечину начнете жрать. Попробуйте три месяца с голоду. По пухну. И потом, когда какой-нибудь труп человеческий будет, вы также его сожрете. Но это же не говорит о том, что сейчас так надо делать. Сейчас, когда есть изобилие качественных плодов, относительно качественных. И даже, смотрите, если вы не хотите быть на фруктоедении, я уже дал вам способ. Вот та же греча. Поймите, вот хорошо пророщенная греча и желательно еще ферментированная, она закрывает потребности во всем. Там все витамины есть. Там все микроэлементы есть. Кроме В12 и кроме витамина D. Теоретически вы можете до самой смерти одной зеленой гречи ферментированной питаться. Хорошо пророщенная. И ваш организм будет получать все. Ну, естественно, вам надо будет заправляться В12 и на солнышке бывать. Либо пить витамин D, либо рыбий жир, либо в синтетической форме. Но, как я уже сказал, я не рекомендую синтетику. Потому что не уверен в ее эффективности. Вот такие дела. Я позже еще поподробнее поизучаю эту тему. Может быть, синтетический витамин D и нормальный. Я хер его знаю. Надо поподробнее еще, короче, полазить в этой теме. Так что вот такие вот дела. Вот. Поэтому то, что наши предки ели мясо, это все не говорит о том, что сейчас так надо. И я буду есть мясо, ребят. Я вот буквально вчера в чате писал, что замечательно жить в тропическом климате. Даже если какой-нибудь цунами прошло, у тебя там, не знаю, с корнями весь твой фруктовый сад повыдергило, ты можешь пойти и наловить каких-нибудь крабов, каких-нибудь моллюсков, рыбу ту же и сырую ее съесть. Я бы так сделал. И по сути это вообще не настолько вредно, как, допустим, сожрать ту же овцу или барана. Или свинью, или корову, неважно. То есть морские гады все равно на порядок легче пройдут через наш организм. Там нету холестерина, там нет вот этих сложных белков, там нету лектинов. Ну то есть там, говорю, как ферментировать гречу, ты просто долго ее проращиваешь. И она ферментируется автоматически. Ничего для этого делать не надо. Ты сам почувствуешь, что через 3-4 дня греча... Вот смотри, где-то на второй день она будет сладкая. А где-то на третий-четвертый станет кисло-сладкая. Потому что ее начали жрать бактерии, которые летали там по воздуху, в чашке были. Молочно-кислые бактерии, они нормальные. Это те же самые бактерии, которые вот ты же раньше ел квашеную капусту, может и сейчас ешь. Я, кстати, вот хочу попробовать квашеную капусту заквасить без соли. Мне вот интересно попробовать, я ни разу так не делал. Сейчас хочу в деревенский сектор съездить, опять же, затариться килотоннами капусты и намутить себе. Почему нет? Это, во-первых, дешево, но и полезно. Насколько я знаю, опять же, эти бактерии... Поймите, что когда вы жрете бактерии, вы также получаете килотонны витаминов. Причем это видовуха. Это как раз те бактерии, которые жрут клетчатку. Поэтому, с этой точки зрения, как бы это классненько. Поэтому я вот хочу затариться на днях и попробовать заквасить без соли. Тоже ничего делать не надо. Ты просто на терке фигачишь капусту, морковку там в пропорции, закидываешь это в банку и все. Никакая закваска, ничего не надо. То есть, просто оставляешь крышечку чуть приоткрытую. Потому что бактерии, они везде, они везде у нас летают. Есть даже бактерии, короче, вот как аура, да, вот некоторые дауны говорят, что видят ауру. Так и есть микробиом даже, который не касается нас. То есть, они постоянно с нас падают, их постоянно сдувает ветром. То есть, так или иначе, я окружен хреновой кучей бактерий весь мой организм. Но они не попадают в мой кровоток. То есть, они есть во рту, они есть в кишечнике, они на коже, я весь ими покрыт. Но, когда они оказываются в крови, их уже, моя система лейкоцитов начинает пиздеть. Короче, гречу, то есть, ты просто ее замачиваешь, долго проращиваешь, все. Она у тебя потом становится кисленькая, это значит, что она уже ферментируется. Ждешь еще дольше, но ты ее промывай все равно. То есть, чтобы она у тебя совсем там плесенью не покрылась. Это как бы до такого доводить не надо. То есть, раз в день, два раза в день промываешь, ничего страшного, она у тебя будет продолжать дальше ферментироваться. В смысле, как поддерживать внешний вид, исключив орехи из рациона? Не совсем понял. Ты ешь... Ты ешь этот, господи, сбился с мысля. Зеленую гречу. Ты убираешь орехи и ешь зеленую пророщенную гречу. На этапе перехода. Потом, когда у тебя будет сформирован микробиом, тебе уже белок из вне нахрен не нужен. И от тебя все это будет синтезировать твоя видовуха. А аминокислоты ты будешь и из фруктов получать, и из прочих всяких фигмей. Ну, то, что ты мясо ешь сырое, да, ты долбоеб. А если рыбу ешь сырое, мерзлое, то, в принципе, я ничего в этом плохого не ешь. Как я уже сказал, это далеко не критично. Но очень важно, чтобы она была сильно замороженная и долгая. Чтобы все глисты действительно передохли. Ну, вот как строгамина на севере. В этом вообще ничего критичного нет. То есть, особого ущерба здоровью не навесет. Особенно, если ты, допустим, съел же ту же рыбу и заел салатиком. Чтобы у тебя долго этот белок в кишечнике не находился, да. Ну, это вообще не критично. Плюс ты получаешь витамин D. И в зимний период времени, ну, это как бы оно и надо. Ну, магазинная квашеная капуста, там, соль. Я вообще квашеную капусту уже сто лет не ел. Я вот как перешел на видовуху, мне вот интересно попробовать. Я хочу свою замутить без соли. Что интересно получится. Строгамину я одобряю. Сам я не ем, но в случаях дефицита, как бы, ел бы вообще не парюсь. То есть, я не какой-то фанатик веган, там, да. Что, типа, понятное дело, что крупных животных, да, скажем так, с сильно развитой интеллектуальной системой, нервной системой, там, жрать корову, свинину, это вредно. Ну, и плюс, как бы, с этичной точки зрения, да, я, как бы, не хочу. Да, я и брезгую. Рыба это, ну, это примитив. Это прям как бактерии, да, ты же жрешь. То есть, все равно, как бы, к рыбе у меня более такое отношение, ну, не Иисусе, скажем так. Поэтому жрать строганину норм, особенно зимой. Но я не хочу. Я все же предпочту, поискай какой-нибудь рыбий жир. Вот, потому что все равно белок, так или иначе, будет подгнивать, будет плодить патогенные бактерии, так иначе белок любой гниет. Как ни крути. Сам же знаешь, да, вот посиди, допустим, на растительности, твое дерьмо и воняет. Но начинаешь жрать белок, воняет. Потому что гнилостные бактерии, потому что белок, он всегда гниет, и вот эти процессы гнения, они тебя отравляют. Как бы, это не критично, но всегда хочется ближе к идеалу быть. И хавать все-таки. Морскую капусту можно есть, но не стоит. Ты качественную не найдешь. Везде в магазинах она с солью, с химикатами, со всякими канцерогенами, консервантами и прочим дерьмом, чтобы она не портилась. Не рекомендую. Йода в яблоках домашних дофига. Как я уже сказал, купил он у бабулек, там дохерища его будет. Так, ребят, ну все, у нас сейчас опять уже третий час прерывается, уже, наверное, перезаходить не буду, так что завершаем. Ну, там, не знаю, сегодня-завтра я эту трансляцию залью на ютубчик, потому что, кто не видел, по азырке эти. Вот такие дела. Ну все, ребят, спасибо за внимание. Не знаю, до завтра, либо до послезавтра. Пока-давай.